Пользуясь случаем, напоминаю, что я создал второй канал, ссылочка на него есть в описании. До тех пор, пока на этом моём канале висят целых два страйка, я не могу на нём стримить, стримы проходят там. Переходите туда, подписывайтесь, мне будет очень сильно приятно. Я ценю вашу поддержку, огромное вам за неё спасибо. Кстати, не верьте ничему тому, что про меня говорят, потому что, ну, ребята, уже слились. Да пошла ты в жопу, сука, крашеная. Я хуею, блять, я разойду, пока этот ролик досмотрю. Валь, ты придурок. Всем привет, братья и сёстры. Здорово, отец. На связи отец Евген. Наверняка каждый из вас уже видел видеоответ от самого Жавкина, наше за смайлом его разоблачение. Ваня, я очень надеюсь, что данный видеоролик будет последний от меня тебе. И он покажет всю твою сущность ещё раз. Для всех тех, кто после твоей ответки начал тебя поддерживать и хейтить меня за смайлом. Ванечка, назвав свой полуторачасовой высер, после этого видео у вас не останется ко мне вопросов. Забавно, но лично у меня, Ванечка, после этого видео вопросов стало к тебе в сотни раз больше. Сильное заявление. Прекрасно понимаю, что основной костяк всей твоей аудитории это дети, которые гарантированно схавывают всё то, что ты им дашь. Но есть ещё и те люди, которые, во-первых, старше, а во-вторых, гораздо умнее. И они как раз таки, Ваня, видят всю суть происходящего. Ответь им, ответь смайлу, ответь мне и всем своим жабкоёбам, почему в своей ответке ты не пояснил за те претензии, которые были адресованы тебе в моём разоблачении? Почему ты в своей ответке вырезал и прошёл мимо огромного количества вопросов? Почему ты вставил только те моменты, которые, по твоему мнению и по мнению твоего глупого монтажёра, могут как-то меня оклеветать или показать меня не в лучшем свете? Почему при всём этом ты вставил многие фрагменты не до конца? Почему ты их вырезал? Почему к каждому твоему аргументу нет ни одного пруфа? Почему ты в этой ответке открыто наврал своей аудитории? Почему ты ответил лишь на то, на что отвечать было вовсе не нужно? Или на то, что я у тебя даже не спрашивал? Весь твой ответ это подтасовка фактов, это коверкание моих слов, это враньё, Ваня. Это провокация и манипуляция своей аудиторией. Своей ответкой ты лишь показал и подтвердил все мои слова, сказанные в моём разоблачении. Ты не ценишь своих подписчиков, ты не достоин своих подписчиков, ты лжец и мошенник. Ты, Ваня, хуесос. И прямо сейчас, в очередной раз, я тебе и всем твоим жабкаёвам это докажу. И да, ещё один небольшой моментик перед тем, как мы начнём смотреть его выси. Раз уж Ваня сам в своём видеоролике сказал, что я мошенник, что я обманщик, что я вас продаю и так далее, и так далее, я решил слить все пруфы, переписки, фото, скриншоты без цензуры и за каждую из них пояснить. Все они прямо сейчас ждут вас в неизвестно о чём телеграм-канале по ссылочке в описании. Переходите туда, читайте, изучайте и вникайте, насколько ваш кумир грёбаный обманщик. Также по ссылочке внизу есть полная версия того самого разоблачения. Скачивайте, смотрите и распространяйте. Вконтакте, на ютубе, в тикток. Делайте всё возможное, чтобы как можно большее количество человек узнали правду. Приятного вам просмотра. Это ж серьёзно быть, да? Блядь, ты понимаешь, что в серьёзности не получится такой ропу у нас бы просто на неделю вперёд. А мир вам, друзья? А, скорее всего, не мир вам, друзья. Наверное, нужно... Очень круто ты начинаешь свой ролик. Ты прям подготовился. Вот эта вот шапочка, братья, она, конечно, очень чёткая. Но я, и ты, и более взрослые твои подписчики, я не говорю сейчас про твоих детей, которые составляют 90% твоей аудитории, они в курсе, для чего ты надел этот головной убор. Можно поздравить вас, во-первых, с... Конечно, и с Рамаданом поздравить тоже нужно. Для того, чтобы в самом начале ролика переманить свою аудиторию на свою сторону, он решил её задобрить. Только ради того, чтобы мусульмане, маленькие детишки сразу же написали ему в комментариях «Спасибо тебе большое! Ох, ты про нас не забыл!» и поставили ему лайкусик. Шапочка национальная, кажется, это Казахстан, только ради того, чтобы манипулировать своей доверчивой аудиторией. Ваня так поступает абсолютно всегда. Некоторые из вас, наверняка, знают, что в последнее время что-то необычное случилось. Разъебали тебя по факту. Там вот что случилось, братик. И на один факт в этом ролике не ответил. Держу тебя в курсе. Это необычная... Там такой парниша, типа, по фактам слил меня. Ребят, сегодня будет очень смешной ролик, потому что этот человек даже не узнал, как меня зовут, даже дату моего рождения. Я-то как раз-таки узнал, как тебя зовут. Но только вот ты почему-то очень усердно пытаешься это скрыть. Это был довольно-таки поучительный для меня ролик. Знаете, в чём я говорил? Я узнал, кто крыса, кто не крыса, кто настоящий подписчик, кто нет. Этот ролик мне помог узнать многих ютуберов. Кстати, большинство ютуберов, и особенно, особенно, я был больше всего в шоке от тиктокеров, которые меня поддержали, и даже те, от которых я вообще не ожидал ответа там. Большинство, это не люди, у которых там 300, 400, 500, 600 тысяч подписчиков. Есть ещё ютуберы, у которых 5, 10, 15, 20. Исходя из этого, я могу сказать, что большинство поддержало нас со смайлом. Но никак не тебя, братик. Ютуберы, которые лижут тебе очко, боясь однажды не получить поддержку воды, это не большинство. Давайте намного меньше воды, потому что ролик я... Давайте меньше воды, но ролик будет на часть 40. Монтажер, к сожалению, ведь я же не такой крутой монтажер. По факту. По факту. Забегая вперёд, если ты последний год платишь своему монтажеру деньгами, это не значит, что до этого ты не платил им алмазами. Держу тебя просто в курсе, брат. И, кстати, у меня не было претензий, что ты платишь кому-то алмазами. У меня для особо тупых была внизу плашечка, где написано, я не говорю, что в этом есть что-то плохое. Почему ты её сюда не вставил, мне непонятно. И зачем ты делаешь сейчас на этом акцент, мне тоже непонятно. А, нет, точнее, непонятно. Ты же манипулируешь своими маленькими детишками, которые тебя смотрят. Ну, а вы услышите всю правду, и всё по факту. Погнали. Я самый крутой разоблачитель на прифайне. По факту. Да что ты, чёрт побери, такого? По факту. Трофим. Покажи мне хоть ещё одного подобного, который делает такой же контент. Как только покажешь, откажусь от этих слов. А пока что самый крутой разоблачитель. Или тебя лучше называть Паранин Иван Леонидович? Лид, чел, как ты там меня назвал Паранин Иван Леонидович? А что ж ты так придуриваешь, так наигранно, так... Ванька, давай-ка лучше позвоним прямо сейчас твоему папе, Леониду, который снимается в кино и сериалах, и спросим, пап, как ты меня там назвал, когда я родился? Посмотрим, что он тебе на это ответит. Давай, что ты там не скажешь. Ты хотя бы когда делаешь разоблачение... Вот прикиньте, чел делает разоблачение. Конченый ты Шерлок. Настолько крутой Шерлок, что нашел фамилию твоей мамы... Твою фамилию, фамилию... Ну, ты знаешь, про кого я сейчас говорю. И фамилию твоего папы. Четыре фамилии. И я не утверждал, что одну из них ты носишь. Я сказал, что есть четыре фамилии, по которым я чекну твое ИП. По твоей фамилии, по фамилии твоей мамы, по фамилии твоего папы. Я не утверждал, что ты носишь фамилию Паранин, но то, что ты родился с этой фамилией, это факт. Иначе, как объяснить, Ванечка, что твоя нынешняя страница носила адрес Паранин с двумя Н на конце? Как объяснить тот факт, что твоя старая страничка ВКонтакте была тоже Паранин? Как объяснить то, что твой старый Инстаграм, который сейчас скрытый, на котором есть очень подозрительные снимки, они, кстати, залиты в неизвестной чем Телеграме по ссылочке в описании, носит имя и фамилию Джон Паранин? Или это тоже не ты, Вань? Трофимов Иван Иванович, 1 октября 1996 года рождения. Ты красавчик, ты молодец, Вань, но смотри, где ты ошибся. Это два моих паспорта. Один из них новый, один из них старый, с которым я проходил всю свою жизнь. Вот это вот мой новый паспорт. У меня здесь фамилия Нежинский Евгений Игоревич. Вот здесь вот, во втором моем старом паспорте, который я до сих пор не выкинул, у меня фамилия уже Безяев Евгений Игоревич. Спросите, почему так происходит? А потому что Безяев, это моя фамилия, с которой я проходил до 27 лет. Это фамилия моего биологического отца. А Нежинский, это девичья фамилия моей мамы, которую я решил взять в честь покойного своего дедушки, царство ему небесное. Ванечка, то, что ты сейчас перед своей малолетней доверчивой аудиторией апеллируешь своим паспортом, это еще ничего не доказывает. Конечно, кому какое дело, когда Сарбатанова вначале поздравил, шапочку специальную надел и заранее задобрил всю свою аудиторию. Теперь можно нанести любую хуйню, потому что они уже все гарантированно схавают. А ты знаешь, сколько мне лет? 96-й год. Охренеть, ошибся, ошибся. Сказал в ролике 97, а у тебя, кажется, 96-й. Охренеть. Это гуглится, чтобы понимать, за 15 секунд. А я-то как раз-таки удосужился, и, как я уже сказал, я нашел 4 варианта твоих возможных фамилий. А я в курсе твоей семейной драмы, Ванечка, потому что я умею гуглить. И поэтому по тем самым данным, которые ты ему только что сам добровольно засветил, я также загуглил и данные о твоем ИП. И знаешь что? Трофимов Иван Иванович, 96-го года рождения. Данных о БП таких нет. Их просто не существует. Я, мое имя, мои данные, просто. Даже мой номер телефона старый. Старый я, конечно, твой не загуглил, но вот новый я знаю. Это я тебе отправлял прикольчики по поводу анальных пирамидок, когда ты их продавал на Авито, помнишь? Гуглится тоже где-то за 15 секунд. И чел даже этого не сделал. И вы такие, по факту он слит. По факту он даже не знает, как меня зовут. Парень, в рот. Если на следующий раз... Я тебе еще раз говорю, позвони прямо сейчас своему папе, если ты с ним общаешься. По некоторым данным ты этого не делаешь. И спроси, пап, как меня зовут? И он тебе ответит, поранен Иван Леонидович. Ну, пожалуйста, относись к этому серьезнее. И знаешь, кто тебе мог бы и в этом помочь? Чувак, с которым ты это делал. Который состоял в беседе, и у нас спрашивали ИП. Пиздобол в квадрате. Смайл не знает твоего ИП. А знаешь, почему он его не знает? Потому что данные об ИП вы скидывали в личку комьюнити менеджера. Какой долбоеб будет кидать в общий чат ютуберов, где сидит помимо тебя еще 50 человек, данные о своем ИП? Расчетный счет, фамилию, имя, отчество, когда зарегистрировано, какой банк, биг банка. Ну, ты что, реально, идиот, блядь. Он тебе мог, кстати, помочь, потому что он знает мое ИП. Но об этом вы увидите в ролике в конце. Где-то на белом свете... Там, где всегда мороз! Это пиздата песня. А, ну если пиздата, то слушай. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз. Ладно, шучу, пошел нахуй. Я поугорал. Покорение ютуба и при фаера началось именно с жабки стримера. Покорение ютуба началось с жабки стримера, но только при... Ванька, я в курсе за твой старый канал. Я сейчас даже скажу, как он назывался. Цивилия. Надеюсь, я произнес правильно. Правильно. Я за все это, Ваня, в курсе. Но я не понимаю, как эта информация может повлиять на мое разоблачение. Потому что мы в нем говорим конкретно о фрифайере. Какого хуя там должен быть вот этот вот канал? Мне непонятно. Поэтому вот эта вот твоя ответка, она сейчас вообще не к месту. Я в курсе. Я в курсе. Через полгода я сутал шапка с ними. Зачем ты опять же врешь? Я не вру своей аудитории. Посмотри внимательно, что я сказал. Я имел в виду, Ваня, что стал ты более-менее известным, набрав свою популярность только благодаря каналу Жабка Стример. Только благодаря своей стримерской карьере ты приобрел более-менее какой-то значимый статус. Я не говорю, что ты начал свой путь, что это твой первый канал. В моем ролике этого просто нет. Поэтому сейчас это не я вру аудитории, а ты пиздишь своим маленьким доверчивым детишкам. А еще ранее, еще до Жабки Стримера, он был Жабкой Кассиром в одной финской... Вань, держу тебя в курсе. Вот это вот, это рофл. Но ты по какой-то непонятной мне абсолютно причине решил мне за это предъявить. Ой, Жабка Кассир! Но прикол в том, что это, если что, форма менеджера ресторана и даже вон, видишь, белые как бы рубашечки. А в Макдональдсе они желтые, а в Сабве они зеленые, а в Бургер Кинге они красно-желтые, прикинь. Жабка Кассир это просто, блядь, рофл! Мне похуй, кем ты работал на ютуб-канал, это просто, мать его, шутка, на которую, Вань, держу тебя в курсе, вообще не обязательно было отвечать. Я необычный кассир, я тогда уже работал в менеджер ресторанов и как раз, по-моему, переходил на другую работу. И, кстати, ты сейчас говоришь, что там на бейджике написано, а тебя не смутило, что этот бейджик нацеплен на девушку? На другую должность. Если что, держу в курсе. Да это же хуета, чуваки! Но поняв, что на бургерах далеко не уедешь, решил пойти по стопам отца и заняться актерством. Вот позвони ему, Вань, и спроси, как тебя звали, когда ты родился. Сейчас ты Трофимов Иван Иванович, и мне кажется, ему очень обидно. В каком случае не касаюсь темы родителей. Родители не виноваты, какое чадо у них выросло. Они не виноваты, что у них ребенок мошенник. А ни в коем случае. Я родителей здесь не касаюсь. Я респектую отцу Вани, потому что он прикольный актер, у него огромная фильмотека, он реально красавчик. Уважение отцу. Ну а мы сейчас говорим о его сыне. Который даже здесь, в ответке, очень низко поступил, сказав, что предъявит мне за то, что фамилия Паранин, это не его. Хотя мы оба с ним знаем, что это его фамилия. Его близкие друзья об этом знают. Все люди из его окружения знают. И ради того, чтобы как-то выгородиться перед вами, доверчивые жабкоебы, он просто плюет на этих людей. И пиздит в открытую, что Паранин, это не его фамилия. Жабка, жабка, жабка. Ребят, сразу после того, как я завершил карьеру. Вань, мне по барабану повторяюсь еще раз. Куда ты там залетел после кассира, менеджера, а в старом твоем инстаграме написано помощник директора. Мне вообще похуй, кем ты там работал, братик. Вот вообще по барабану. Зачем ты сейчас на это делаешь акцент, мне непонятно. В моем ролике этой инфы нет. Она взята чисто для Роффа. Чисто для того, чтобы рассказ был целостный. Я сначала говорю про тебя, а потом говорю про то, что ты делаешь. И для того, чтобы сказать о тебе, не обязательно говорить, в какой школе ты учился, в каком классе, какой инст закончил, какие у тебя профессии были, чем ты там занимался, на какой улице жил, куда переехал, с кем ебался, кто тебя ебал. Это говорить не обязательно. Вань, зачем ты к этому сейчас придираешься, мне просто непонятно. Либо ты тупой, либо да. Я не сразу залетел на ютубчик. По факту я пошел работать в барбешматья. А, Ванек, вот сейчас к тебе вопрос. Я уже понял, что ты очень такой прям, ну, любишь пояснять за работу. Пожалуйста, поясни мне, где было сделано вот это вот фото. Что это такая за форма и на каком рабочем месте такую форму выдают. Поясни мне, пожалуйста, кем ты работал в 2015 году. Ребят, я сейчас по правилам ютуба не могу вам показать этот кадр, но поверьте, он очень интересный. И он будет залит в неизвестно чьем телеграм-канале по ссылочке в описании. И Вань, пожалуйста, поясни, кем ты тогда работал. Я очень вижу, ты любишь пояснять за работу. Окей. Вот и все. Классная тема. Так занимался два с половиной года и получал довольно-таки большие денежки. Ну, реально, очень большие денежки. Когда тебя сзади двое, это стоит дороже, мы все знаем. Я говорил это на стримах много раз, но ты даже этого, типа, не учел. Я не настолько дебил, чтобы смотреть каждый твой стрим. У тебя их там больше трехсот на твоем канале. Каждый идет пять, шесть, семь часов. Вань, у меня нет столько свободного времени, в отличие от тебя. Сегодня, помимо каналов на ютубе, жабка водеет рядом довольно известных пабликов ВКонтакте. Новости обновлений. Самый крупный новостной неофициальный паблик Free Fire. Boost Free Fire. Забегая вперед, Boost вроде бы как запрещен Гареной на официальном уровне. Да, ты абсолютно прав. Boost запрещен. И поэтому я уже два года не занимаюсь. Пиздеж. Активность в том паблике не идет примерно 3-4 месяца. Но, Вань, знаешь, в чем проблема? Я в своем ролике не сказал, что ты занимаешься Boost. Там этого просто нет. Ты сейчас не предъявляешь за то, чего нет. Покажи мне, пожалуйста, момент, где я сказал, что ты занимаешься Boost в данный момент времени. Я сказал, что тебе принадлежит паблик. Сегодня, помимо каналов на ютубе, жабка водеет рядом довольно известных пабликов ВКонтакте. Жабка водеет, жабка водеет, водеет. И то, что ты сейчас не предъявляешь, это... Это опять не по факту. Ты опять слитая дешевка. Этим я только указан как ВКонтакте, но... Да, ты указан как ВКонтакте, и это моя основная претензия к тебе. Раз уж ты самый знаменитый ютубер во Free Fire, то почему ты лицо этой игры пропагандируешь то, что в этой игре запрещено? Вот это моя основная претензия. Своей популярностью Ваня отчасти обязан комьюнити-менеджерам Free Fire, конкретно Артему Балабаш. Я не совру, если скажу, что именно он забустил Ваню и раздул его популярность до таких масштабов. Офигеть, как круто. А как он мог дать Boost, если он на протяжении года... И опять ты врешь. Блядь, 5 минут только ролик прошел, а ты опять врешь своим доверчивым детишкам. Ваня, я не сказал, что на самом начале твоей ютуберской карьеры тебя забустил именно этот человек. Более того, дальше в моем ролике сам Смайл скажет, кто это был первым. И он общался с модератором на тот момент игры, Чпоник. Он с ним дружил, этот пацан еще, по-моему, ему деньги начал закидывать. Не Артем, а Чпоньк. И об этом сказано в ролике. И ты сейчас не предъявляешь за то, чего я в видео даже не говорил. Ну, как бы, какое дело, когда поздравил в начале детишек с Рамаданом. Слитая дешевка. Был просто модератором дискорда. Модератором дискорда. Если что, там другие были комьюнити-менеджеры. И я с ними знаком. И мы обязательно с ними поговорим о тебе, любимом, совсем скоро. Я появился, как ютубер, через пару, по-моему, через месяц, либо через полтора, была скотка ютуберов. И они уже начали получать... Абсолютно не понимаю, почему ты сейчас об этом говоришь. Это вообще не нужная информация. Меня это неинтересно. В моем ролике про это нет ни слова. Зачем ты сейчас оправдываешься? Зачем ты сейчас эту инфу вкидываешь с радоверчивой маленькой аудиторией? Мне вообще не понятно. Нет, точнее, мне-то понятно. Ты просто пытаешься меня выставить каким-то ужецом. Но, братик, знаешь, в чем проблема? Я об этом в своем ролике не говорю. И люди, которые после этого пойдут посмотрят мой ролик, а потом пересмотрят твою ответку, поймут, что ты просто пиздобол. Они получали в разы больше в свое время, чем я, когда появилась уже поддержка для остальных. Где буст, который мне дали в начале? Мне дали, типа... Я не сказал о бусте в начале. Мы сказали о бусте в начале про чпонька. Почему ты здесь про него время не выделил, а? И одним глазом видос смотрел. Друзья, перед тем, как мы продолжим небольшой для вас охренительный конкурс. Вот эту вот эксклюзивную футболочку... Ммм, хуйта. Спасибо. Я хочу эту футболку. Надеюсь, ты мне ее как раз-таки вручишь. Могу тебе максимум защику дать. Фонолку не дам. Как участвовать в конкурсе? Почему? Ты больше друг, с которым ты фитонул. Как участвовать в конкурсе? Я только что объяснил в своем ролике, как участвовать в этом конкурсе. Но твой очень близкий друг решил заблокировать мой видеоролик. Поэтому никак, увы, сейчас в этом конкурсе не поучаствовать. То ли ты, Вань, тупой, то ли реально тупой. Не перезалил ролик себе на канале? Да, он должен был перезалить ролик и получить, как я, два страйка. Красавчик. Логика, братан, железная. Ведь это же было бы логично. Это как раз таки, Вань, нелогично. Когда один заливает видеоролик, ему кидают два страйка. И потом второй, у которого 800 тысяч на канале, точно такой же ролик заливает и получает два страйка. Это, Вань, как раз таки нелогично. Либо хотя бы ВКонтакте. А ВКонтакте мой ролик был залит еще за сутки до того, как он вышел на Ютубе. И этот ролик есть там до сих пор. Ну, просто держу тебя в курсе. Как ты там сказал? Конченый ты, Шерлок! Бутвально через несколько дней после выхода разоблачения на Майора у Вани должен был начинаться очередной конкурс на алмазы для подписчиков. Это тот конкурс, где он просит подписаться на своих друзей. Хотя нихуя они, никто ему по факту не друзья. Все эти конкурсы, это проплаченные видеоролики. Ваня за них платит. Спасибо, Кэп. И практически на всех людей с этих конкурсов Ваня глубоко насрать. Воу, какой факт! Вообще офигенный! Вань, перед тем, как ты сейчас обосрешься в свои штаны, ты сам вставил мою вставку. Я не знаю, почему ты этот момент не обрезал, но там есть буквально за 2 секунды такой момент, как Спасибо, Кэп! Держу тебя в курсе. Эта вставочка вставится тогда, когда автор говорит очевидные вещи. То есть я в своем же видеоролике сам себя подъебал за эту информацию. И ты сейчас на серьезных щах перед своей доверчивой маленькой аудиторией будешь подъебывать меня. В тот момент, когда я уже сам это сделал в своем же видеоролике. Ты, блядь, гений, Вань. Мне платят за конкурсы. То есть ты серьезно хочешь предъявить мне... Я тебе не предъявляю, идиот! Я сам себя за эту инфу подъебал в видео. Я тебе не предъявляю. Это рассказ о тебе. Первая часть видео. Рассказ о тебе, Ваня. Я, конечно, понимаю, Вань, что ты это делаешь. Все специально, наиграно. Только для того, чтобы втереться в доверие к своей маленькой аудитории. Но, блядь, чувак, ты неужели думаешь, что все твои подписчики настолько, блядь, тупые? То, что я рекламирую маленькие каналы, ты, допустим, серьезно, вот мне предъявляешь за это, когда все ютуберы рекламируют более маленькие каналы. Даже твой друг, Смайл. Потому что это логично. Покажи мне, где в моем ролике хоть что-то сказано за то, что рекламировать другие каналы, проводить с ними конкурсы, это что-то хреновое. Держу тебя в курсе, дружочек ты мой. Дальше, в моем же видеоролике, я респектую всем, кто проводит данные конкурсы. И рекламирую трешера, который проводит эти самые конкурсы. Но опять же, на все это мне лично похеру. Это нормально, и я сам в таких конкурсах не раз участвовал и участвую. И честно вам скажу, большинство организаторов таких гивов красавчики. Братик, если вы хотите пропиарить свой канал, обращайтесь к трешеру. Самые пиздатые гивчики, не раз еще к тебе приду. Просто, Ваня, не нужно накидывать на себя пуху и говорить, какой ты красавчик. Я не предъявляю за это, идиот. Это нормальная тема, и ты предъявляешь мне за то, что я делаю конкурс с ребятами? Ты серьезно сейчас? Это нормально, и я сам в таких конкурсах не раз участвовал и участвую. Это нормальный, это нормальный, 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 нормальный. Ладно, опять же, серьезно? Ну окей, отлично. Новый факт, погнали. Ваня похвалил меня за видео, оно ему очень понравилось. Но есть одно очень серьезное НО. Ваня не уважает людей, которые начинают сливать фотки. Напомню всем вам, что в том своем видеоролике я слил фотографии мошенник, которые не уважают не только свою аудиторию, но и всех ютуберов. Ну что ж, ребят, хотите узнать правду по поводу майора? Вань, если ты такой моралист, выступаешь против того, что фотки сливались, тогда объясни мне, какого хуя ты сам в свой же видеоролик ставил фотки вот этого пиздюка. В чем моя претензия была? Собственно, многие ютуберы уже правильно знают. Давай, расскажи нам. И я думаю, в этом плане я прав, и вы со мной будете солидарны. К сожалению, нет, Вань. Уже очень многие ютуберы высказались за том, что ты как раз-таки в этой ситуации абсолютно неправ. Ну, кому какое дело? Маленькие подписчики, которых ты поздравил с Рамаданом в начале ролика, и это схавают. Солидарны? Солидарны. В чем, собственно, претензия? Ребят, не глубоко позрать на то, что он делал. Мы все знаем, что тебе глубоко насрать на свою аудиторию. Тебе насрать, что их какой-то пиздюк может наебывать на десятки тысяч рублей ежедневно. Спасибо, что это отметил. Это некрасиво, но реально пофигу. Завтра, когда ты снова пролекламируешь майора, и твои подписчики, когда к нему придут, когда он их наебет на тысячу рублей, повтори, пожалуйста, эту фразу этим людям. Моя претензия это к тому, что парень сливает фотки малого, но при этом делает разоблачение. У него так все, у него хана канал, у него как медики просто... А его канал не хана, его канал только вырос, там плюс 40 тысяч подписчиков, и он стал наебывать еще больше. Просто нет. Но он делает так, что он сливает фотки малого, сливает его школу, сливает его данные, где он там живет. Врешь? Покажи мне, пожалуйста, видеоролики про майора, где я слил его адрес. Пиздеж и провокация. Там есть его школа, да, там есть его фотки, да, там есть паблик его класса, да, но адрес я не сливал. Я не настолько конченая мразь, чтобы подобное сделать. Школу, да, я слил, и может быть здесь был перебор, но я так не считаю. Когда пиздюк наебывает десятки тысяч детей ежедневно и делает это анонимно, его нужно сливать. Довольно-таки много этот ролик посмотрело, и вы прикиньте, что происходит. Вы малой, вы сделали фигню, ну реально фигню. Отбирать деньги у малолеток, наебывать свою аудиторию, это все просто фигня, Вань, да, для тебя это все фигня, хорошо, окей. По факту, обманули подписчикам, там, ну, неправильно это все. Ну, да, он обманул просто подписчикам, ну, подумаешь, сотни тысяч рублей у них спи, ну, подумаешь, всего лишь обманул, ну, ребят, ну, камон. Но, вас начинают хейтить в школе, там, не знаю, учителя могут узнавать, еще там родители, все вот это. А вас как личность уничтожает, вы молодите, 12 лет, это больше вопрос к ребятам, которые взрослые, у кого в шанс, что этот малой возьмет, и вот так вот просто свинет в окно. Вань, вот у меня к тебе сейчас вопрос, а каков шанс, то, допустим, смотри, а майор обманул тысячу школьников. Какой шанс, что не найдется среди этой тысячи школьников один школьник, ну, которому лет 10-11, который взял карту своей мамы и спиздил у нее оттуда деньги, ну, допустим, на 2 тысячи рублей, и отдал их майору, а тут поставил его за это в черный список. Какова вероятность, что этот малой в панике и в страхе от того, что мама узнает, что он своровал ее деньги, не пойдет и не выйдет в окно? Мне кажется, эта вероятность гораздо выше, чем вероятность, которую ты описываешь нам в своем высере. И держу тебя в курсе, Ванечка, майор изначально был в курсе, что я солью его лицо, он был в курсе, что будет этот слив. И более того, мы после этого слива и во время этого слива общались с ним вместе. И прикинь, Ванечка, я сам лично писал каждому хейтеру, кто спамил в паблике его школы, которые я слил, и честно признаюсь, это было лишним. Я сам лично пытался исправить эту ситуацию, я писал каждому хейтеру, я писал майору, спрашивал, как у него дела, каждый день. Но знаешь что, когда майор своим друзьям сказал, что я долбоеб, и вся эта ситуация для него черный хайп, и он благодарит меня за это, я поставил его в черный список и послал его нахуй, и лишний раз убедился в том, что я сделал все правильно. Майор слитый кидок и обманщик, таких людей не должно быть во фрифайре. И таких, как ты, Ваня, тоже слитая дешевка. Ты, Евген, это ты дашь своим тупым мозгом в такой момент? Что? Тупым мозгом? Тупым мозгом? Тупым мозгом, Вань. Русский язык покинул чат. Это ты умный вроде парень оказался. Но вот на этот типо, чел, нахера, ты уничтожаешь... Я тебе говорю, нахера, человек на протяжении огромного количества времени наебывает огромное количество людей и делает это анонимно. Я считаю, что таких людей, независимо от их возраста, нужно сливать, нужно показывать их лицо. Если ты ребенок, тебе 14 лет, и ты занимаешься тем, что не могут себе позволить даже взрослые, то ты обязан отвечать уже как взрослый. И держу тебя в курсе, Вань, детская колония с 14 лет, у него уже есть паспорт, он несет ответственность за свои действия. Думай головой. Благо, а чувакам все хорошо и, в принципе... У него все заебись, дальше наебывают людей, канал растет, бабки идут, все круто. На эту всю ситуацию. Надеюсь, что все дальше у него нормально будет. Но хотя, поступок у него, конечно, говно. Отныне отец Евген не имеет права брать рекламу в пабликах, на канале, участвовать в любых конкурсах, в любых турнирах, и его не поддерживает Гарина. Отныне отец Евген в черном списке. Я такой прихожу, на пафосе. Слушайте, там кто работает, корень? Вот он. Так все и было. Отныне отец Евген, ему не давайте поддержку. Ля какой! Так все и было. Так тупо звучит. Вань, знаешь что, это как раз таки не тупо, потому что сам ты в переписке со своим близким другом подтвердил все мои слова. Мы сидели с ним в дискорде, и он от моего имени, я ему диктовал, что тебе говорить, задавал тебе вопросики, а ты на них любезно, очень тепло отвечал. Вся эта переписка будет слита в неизвестно чем телеграме по ссылочке в описании. Я запретил Гарине выдавать поддержку. Я не говорил, что ты запретил. Я не говорил, что ты запретил. Покажи в моем видеоролике, пожалуйста, где там сказано, что ты запретил. Я сказал, что мне не выдают поддержку после нашего с тобой конфликта. И там же я говорю, может быть я утрирую, может быть я преувеличиваю, и может быть реально Ваня ни при чем. Может быть я сейчас накручиваю, может быть и правда это совпадение, а ты действительно очень занятой человек. Почему ты эти моменты не вставляешь в свое видео? А, конечно, это же будет невыгодно. И маленькая доверчивая аудитория, которую ты поздравил с Рамаданом в самом начале и одел казахскую шапочку, тебе просто не поверят. Чего? Ну я думаю, вы тут сами понимаете. Вы понимаете, он ролик сделал с претензией к тому, что я перестал его рекламить. Я ролик делал не из-за претензий, мне абсолютно похуй, рекламишь ты меня, не рекламишь. Я уверен, ты знаешь, что параллельно с тобой, когда мы с тобой общались, я также брал рекламу у Трэшера, у Данреда, у Азама. И у них я брал рекламу в большей мере, чем у тебя. Азама, я беру рекламу чуть ли не на каждый его ролик, он не даст мне соврать. У тебя я брал гораздо меньше, поэтому мне по барабану. Будешь ты меня рекламить, не будешь ты меня рекламить, потому что у Азама аудитория намного круче. Говорю сейчас это открыто, у него аудитория намного активнее, потому что они топят за Азама. А не за твои конкурсы, подарки и всякую хуету. Ты, как ютубер, никому не интересен. Тебя любят только за халяву. Поэтому твоя реклама, лично для меня, она говно. Поэтому мне по барабану, рекламишь ты меня или нет. Мой ролик снят не из-за претензии, мой ролик снят только потому, что ты слитая дешевка. Чел делал ролик с претензией, что я его перестал рекламировать. Все, все. И ролик, кстати, говно получился. Ролик говно, но тем не менее, ты решил на это говно уделить целый час и 36 минут своего времени. Спасибо, Вань. Если этот ребенок однажды, допустим, я не знаю, убьет человека, то всегда можно сказать, а ты чего ожидал, он же малой, нет? То есть ты серьезно сравниваешь чувака, который обманул и убийство? Да, я сравниваю чувака, который не обманул, а который наебал на сотни тысяч рублей таких же детей, как он. Чувака, который оскорбляет религию. Чувака, который оскорбляет других людей, которые в два раза старше его. Чувака, который глумится над детьми. Который в свои 14 не имеет абсолютно никаких моральных принципов. Да, я сравниваю вот эти вот все его действия с убийством. Потому что эти два действия в обществе, в нормальном обществе, в человеческом, осуждаются. Они у меня на одних весах. Здесь пидорас и здесь пидорас. И я их имею полное право сравнивать. Ман, можно еб и убийство. Ты сейчас серьезно? Серьезно это сравниваешь? Окей, да. Окей, успокойся. Офигенный факт. Вань, я уже понял, что ты очень хороший актер, тебе реально нужно дать Оскара. Ты очень умело пытаешься вот как уш на сковородке втереться в доверие к своей маленькой и очень умной аудитории. У тебя пока что очень хорошо получается. Но реально, не думай, что все такие тупые, как ты. Я говорю, типа, я не позволяю многим людям так себя вести рядом со мной. А он мог входит до того, что вот ему подписчик какой-то что-то написал. Он такой, пошел ты нахуй. Офигенный факт. Говорит, пап, дал мне время, что я всех, говорит, посылаю. Извините за нахуй. А, Ванечка, а тебя не смутило, что в своем же видеоролике, вот в этом же видеоролике, чуть-чуть подальше, я даже это показываю. Как ты, сидя на своем стриме, своего подписчика кроешь хуями. Хожу к нему на канал, типа, прочекаю, что за хуй. А вот такой, там стрим проводился и в ебало. Ван, ты такой глупый. Почему ты все это не вставляешь в свою ответку? Это все сказано в этом видео. Ты сейчас предъявляешь за то, что есть в моем ролике. Дай мне пруф, где я хотя бы одного человека послал нахуй в начале своей карьеры. Но по глазах его, типа, я посылаю. Ребят, прямо сейчас заходите на канал Жабка Стример, спускайтесь в самый низ, смотрите его самые первые стримы. Абсолютно в каждом своем стриме он кроет хуями абсолютно каждого. Подписчиков, хейтеров, игроков, абсолютно всех. За свои слова могу, ручаюсь, если надо, я сделаю целую, блядь, часовую нарезку. И вот этот вот человек просто кроет хуями всех, кого только может. Это прикол в том, что он еще сказал про поддержку, которая появилась через месяца 8. Он сказал мне про поддержку, которая появилась через месяца 8. Он сказал про модератора Чпоник, который донатил тебе на твоих стримах. Гребаный ты, пиздоболт. Ты на стримах сидел, он был таким адекватным парнем, который, знаешь, ну, не завышал себя. И он общался с модератором на тот момент игры, Чпоник. Он с ним дружил, этот пацан еще, по-моему, ему деньги начал закидывать. И вот как начали приходить первые деньги на его стрим. Давайте пруфы, окей. Вообще, вопросов не будет. Ты уже обосрался, пруфы в моем ролике. Будет пруф, будет классно. Нет пруфа, ну, наверное, нужно отписаться от тех людей, которые, ну, типа, что-то не то говорят. Он намекает, что вам нужно отписаться от нас. Ребят, отпишитесь, пожалуйста, от него, потому что он пиздобол. А теперь смотрите. Есть такой ютубер, FF Data Mini, который занимается сливами обновления. Датамайнер, я ошибся. Сегодня его контент очень популярен. И он стал таковым не только благодаря тому, что он делает это впервые всех, но и потому, что его видео-футажи выпускаются в очень хорошем качестве. И так как у нашего героя... Вань, теперь, пожалуйста, перед тем, как ты будешь на это отвечать, прочитай вот эту вот пашку. FF Data Mini далеко не единственный сливщик новостей, чьи новости ворует Джабеныч. Он здесь используется лишь в качестве примера. Примера, Вань. Закрепили? Окей. Теперь смотри, что сказал ты. Я ворую, ворую новости у других контент-мейкеров. По факту, да, ты воруешь контент у других людей. Ютуберы зарубежные чаще всего выкладывают новости, которые ты воруешь и публикуешь у себя. Более того, где-то два года назад ты даже умудрялся воровать у них рубрики. FF TikTok, там всякие FF-нарезочки, которые они делали ещё год назад, ты спустя год начал пиздить у них, потому что там это уже забыли, а на нашем регионе этого ещё не было. Ты воровал это у них. И это факт. Имею право, меня забанят, если я взломаю файлы игры, то они так делаются легко через Unity X. Я не могу показать, но я могу назвать. Вань, ты только что на всю свою миллионную аудиторию объяснил, как взломать файлы игры. Гарена, я думаю, вы знаете, что нужно с этим сделать. X, X, по-моему, X-Player, типа. Вот, можно, типа, достать право, но не суть. Что в том, что говорит парень, типа, вот ты воруешь. Сейчас я вам покажу такое. У-у-у, у меня есть беседа дата-майнеров. Мы поняли, у тебя есть беседа. Тогда объясни, почему при наличии данной беседы во всех твоих видеороликах, которые ты перезаливаешь и озвучиваешь самостоятельно, стоят водные знаки этих самых дата-майнеров. Неужели тебе не могут дать материалы без ватермарков? А-а-а, забыл. Ты же просто качаешь с их YouTube-каналов, их видеоролики, а потом перезаливаешь к себе. Смотрите, вот я, салам айкл. У нас вот это, все дела. Заходим, мы, значит, сюда. Пишем слова. БА! У меня претензия не к тому, что ты там у кого-то что-то берешь. И это вообще даже не претензия. Я просто тем самым показываю, что ты полный ноль, как творческая единица на YouTube. Мне по барабану, где ты берешь контент. Я даже в этом ролике говорю. И я ни в коем случае не обвиняю и не осуждаю сейчас других ютуберов. Это ваше дело, как пилить свой контент на своих каналах. Я просто говорю, что конкретно этот персонаж сегодня, это полный ноль, как автор и как контент-мейкер. Это ноль, который ради бабосов превратился в конвейер абсолютно безвкусных видео. Я не обвиняю тебя в воровстве. Я говорю, что ты полный ноль. И я готов это повторять бесконечное количество раз. Ты ноль, Вань. И если у тебя есть эта беседа, Вань, я повторюсь, почему ты скачиваешь видеоролики и перезаливаешь к себе на канал с вотермарками, когда ты можешь просто взять оригиналы и сделать свой собственный видеоролик. По фактам я слит. Вообще такой угар. Слит, по факту. Вот этого человека я тебя поварую, да? И вот этой ответкой ты лишь закапываешь себя еще глубже. На самом деле мы с ним очень давно общаемся. Он даже подписан на меня. Давайте зайдем в переписку. Я недавно ему пишу, типа, чел, что за дела? А откуда? Это что, он будет 27, что ли? Откуда? Ну, ты такой, ты чел, ты забирай. Ну, ребят. Я своровал контент! Я своровал контент, ребят. Своровал. Своровал. Просто ворую чужих. Также в моем видеоролике есть плашка, где я говорю, что у тебя на канале более 900 роликов. Да, там есть в некоторых роликах как раз-таки видео вот с этих вот документов с белым фоном. Про них я слова не сказал. У тебя более 900 роликов, где ты именно скачал ролик другого канала с вотермарком. Ты даже поленился этот вотермарк замазать. Именно это была моя претензия. Вот это вот я не отрицаю. Да, у тебя есть несколько видео, где ты используешь вот эти вот картиночки. Но, блядь, основной, больший костяк вот этих роликов у тебя просто спизжен. Более того, я даже твой видеоролик так спиздил и показал, как это работало. Но, конечно, в этот ответ ты это решил не вставлять. Ну, где здесь креатив? Где здесь творчество? Где здесь хоть грамма индивидуальности? Алло! Вот именно об этом я и говорю. Во всех твоих роликах нет креатива, нет индивидуальности. Именно это я и хотел сказать. Не про воровство, а про креатив, про индивидуальность. И мне непонятно, почему сейчас твой тупой мозг, как ты сказал, сгенерировал ответочку абсолютно на то, чего снова нет в моем ролике. Я не сказал тебе про креатив в новостных роликах. Я сказал тебе про контент в целом. Да даже и новостные ролики можно сделать креативно, братик. Просто нужно включить свой мозг. А если твой мозг тупой, как ты говоришь, это уже не наша, к сожалению, проблема. Любой ролик, даже самый хуёвый, можно закреативить. Знаешь как? Просто уделить время на монтаж. Алло! Алло! Ребят, можете мне подсказать креатив в новостном ролике? Я могу тебе, Вань, подсказать, как сделать новостной видеоролик более-менее креативным. Просто берешь, заходишь на сайт aeproject.su, где и лежат проекты After Effects. Вводишь там в поиски слово news по-английски и качаешь проекты с упаковками для новостных видеороликов. Делаешь их под себя и вставляешь свои видео. И видеоролик уже перестает быть говном, которое ты изрядно выпускаешь на своем канале. Ну, или ты можешь просто зайти на канал Phoenix Play, к примеру. У него тоже новостные ролики, и они сделаны намного круче, чем твои. Вот там креатив, а у тебя дерьмо. Ну, единственное, что мне в голову приходит, если съездить Сингапур в отдел разработки и сделать новостной ролик. Такой идиот. Вань, у тебя уже есть такой очень креативный ролик, ты съездил в Бразилию на чемпионат мира. Другого нам такого креатива не нужно, братанчик. Человек, который выпускает рубрику Funny Moments Free Fire. А вот ролик Вани, который попытался... А что ж ты тут вырезал-то, Ванечка? А что ж ты тут вырезал-то? Ай-яй-яй-яй-яй. А в моем-то ролике было все не так. Давай сначала посмотрим оригинал. Хорошо? Например, вот еще один, не по контенту сливов. Блэк Хост. Человек, который выпускает рубрику Funny Moments Free Fire. Вот это вот его ролик. А вот ролик Вани, который попытался повторить его фирменный стиль. Точнее сказать, спиздить фирменный стиль. А теперь давай посмотрим то, что пытаешься ты закинуть в умишки своей маленькой доверчивой аудитории. Первый ТФ Момents это всеобщий, всеютубный стиль монтажа по многим играм. Этот монтаж есть везде. Я в своем ролике даже показал, что конкретно я имел в виду. Мы это только что увидели. Ты своровал именно монтаж. Не рубрику, которая известна на весь интернет, я об этом знаю. А монтаж одного конкретного человека. Там даже плашка стоит, что конкретно ты своровал. От звуковых эффектов, от мемасов, которые вставляются в ролики, и даже игровых ситуаций, которые вы с твоими подписчиками спланировали в комнате. Вы эти идеи своровали у бэкхоста. И ты потом это снял. Чувак, я не предъявляю тебе за рубрику. Она есть в каждой игре, я это знаю. Я предъявляю тебя за монтаж. Почему ты это не вставил в свой видеоролик? Ответь мне, пожалуйста. Почему ты в этот видеоролик вставляешь только то, что удобно тебе? Слитая дешевка. Претензия к монтажу? Что? Да, претензия к монтажу. Почему не сделать ролик, сгенерировать свою собственную идею? Почему нужно пиздить идею у чувака? Он придумал момент, где там за стенками кого-то убили. Почему ты точно такой же момент берешь и переснимаешь? Это воровство. Одно и то же, если сейчас Тимати, условно, там какой-нибудь Тимати запишет песню, а Мангенштерн полностью сворует музыку, и его тексты перезапишет ее, выдав это за свой трек. Это будет воровство. И я тебе за это предъявляю. Да, можно предъявить за монтаж, можно за сценарий, можно за звук, да за что угодно можно предъявить. Я имею на это полное право. Ты пытаешься делать для игры хорошо, пытаешься какие-то пулики придумать. На те алмазы, которые тебе дают на вещи, чтобы ты их выбивал себе, да? Ты делаешь розыгрыш, не розыгрыш, ты делаешь турнир для аудитории, пытаясь все это в комнатах делать, комментировать, развивать. Воу-воу-воу-воу-воу. Смайл говорит, что, короче... А, на то время он вам брал, что мы не дают алмазы, ему, кстати... Ему их давали, да, Вань, но почему ты своим маленьким доверчивым подписчикам, которых ты в начале ролика поздравил с Рамаданом, почему ты им не говоришь о том, что вам, комьюнити-менеджеры, всем ютуберам запрещали говорить о том, что вам выдают алмазы? Он не врал, ему просто запрещали, как и тебе, об этом говорить. Ну, не суть, суть в том, что, типа, блин, парень, алмазы на турниры. На то время партнерство с Гарена заключалось только в одном. Ты получал всего лишь, там, по-моему, 3000 алмазов, реально... О которых нельзя было разглашаться, нельзя было говорить, что эти алмазы дают разработчики. Я тут ху... Не буду его сейчас оскорблять. Говорит всем, что он обманывал свою аудиторию, ему выдавали алмазы. Вань, так получается и ты обманывал свою аудиторию, потому что тебе точно так же нельзя было говорить об этом. Чел, тебе дали алмазы? Забери их, сделай контент. Тебе классно, ребятам прикольно. То есть, для тебя контент это только открывать джекпоты и крутить рулетки и кейсы. Окей. Я же в своем ролике так и сказал, зачем запариваться за обучалки, зачем запариваться за турниры, зачем вообще делать любой какой-то контент, когда можно просто его либо пиздить, либо крутить джекпотики и тратить алмазики, которые тебе выдают. Вань, просто замечательная ответка на такое масштабнейшее разоблачение. Вот этой вот ответкой ты лишь подтверждаешь то, что ты слитая дешевка. Зачем запариваться над качеством видео? Зачем запариваться за битву ютуберов? Наверное, самые популярные битвы... Вань, пожалуйста, вот ты сейчас мне предъявляешь, зачем запариваться за битву ютуберов. Скажи мне, пожалуйста, Вань, а где в своем видеоролике я сказал, зачем запариваться за битву ютуберов? Зачем париться над качеством? Зачем снимать что-то самому и тратить на это огромное количество времени? Когда можно просто скачать, за 20 минут озвучить, парать в камеру как ебанутый, отдать на монтаж какой-нибудь школьнику, пообещав ему тысячу алмазов на счет, и залить на каналчик? Вот он, самый популярный ютубер по фрифайеру. Там этого просто нет. Причем сейчас здесь битва ютуберов. Пожалуйста, поясни мне вот за это, откуда у тебя вот эта мысль родилась в твоей тупой голове? Зачем ты сейчас на свою малолетнюю миллионную аудиторию открыто врешь и предъявляешь мне за то, чего я не говорил? Даже официальную битву ютуберов делал я. Развивать наш регион. Ребят, давайте я сейчас расскажу, раз уж зашла тема за битву ютуберов, как делал битву ютуберов Ванечка. Его битву ютуберов ему спонсируют абсолютно всегда. Чаще всего это другие ютуберы. Битву ютуберов, например, 2020 года, та самая битва ютуберов, где участвовал я, проспонсировал Poison, которому Ваня за это пообещал охерительный пиар. Poison тогда проплатил все призы, которыми Ваня так гордился и писал, что красавчики, у нас самые охуенные призы, посмотрите, там телефоны, бла-бла-бла. Poison туда валил 2000 баксов примерно, он сам об этом говорил в чате. И знаете, что самое прикольное в этой битве ютуберов? Спонсор этой битвы, Poison, который оплатил все подарки, был Ваней поставлен самым сильным игроком на той битве, Трэшером. А Трэшер был реально один из самых крутых игроков на том турнире и высокая вероятность была, что он там победит. Именно Трэшер побеждает и Poison выигрывает вместе с ним. То есть у Вани в битве ютуберов, которой он так сильно сейчас прямо гордится, побеждает его же спонсор. Подарок, который купили на битву, забирает человек, который этот подарок купил. Вань, ты долбоёб. Давайте спросим у всех про игроков, про то, откуда они начали играть в турниры. Мне кажется, каждый ответ... Я не предъявляю тебе ни за какие турниры. Твоя вот эта сейчас ответка, она вообще не по делу, она ни к севу, ни к месту. ...что это был Predators. Благодаря моей коллаборации с Данилом Шангом. Шангом, здорово, если смотришь, привет тебе, огромный. Данил, тебе тоже привет, сори, что отказался комментировать и рекламировать ваши говно-турниры за 30 рублей. Мы сделали турниры популярными и всем было по кальку. Придатые турниры самые лучшие, это прям... Самое смешное, что еще минуту назад ты предъявлял Смайл за турниры, который решил сделать что-то новое и был за это забанен. Туповая тема была на то время, и никто больше не мог сделать такого качественного проведения турнира. И ты говоришь, что я не продвигал регион. Сука, вот ответь мне, почему... Ты не продвигал регион. Турниры делались за тебя, ты сам только что назвал имя человека, который это делал. Ты лишь был лицом, который пиарил эти турниры, который комментировал эти турниры. Но ты никак его не продвигал. Все, что ты делал в регионе, это крутил джекпотики. Это не продвинуть регион, Вань. Чему ты за три ебаных года до сих пор не купил нормальную камеру? Ребят, ну тут по факту. Тут по факту. Вань, держу тебя в курсе. Это был Рофл. Я не предъявляю тебя за камеру. Я угораю над тобой, что качество твоего ролика говно. Я весь этот резок в своем ролике говорю про то, что твои видео говно. Что у них отстойное качество, что у них нет креатива. Я не предъявляю тебя за то, что тебе нужно купить камеру. Я просто тебе намекаю вот в такой манере Рофла, что ты как креативщик, как творческая единица, ты говно. Говно. И ты сейчас на серьезных щах перед своими доверчивыми жопкоебами будешь за это оправдываться. Оправдываться за Рофл. Гений, блять. ...полное право банить других игроков. Банить игроков, когда сам неоднократно нарушал ваши же правила. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Банить игроков. Открою тебе секрет. Смотри, что я сделал. Нам дали возможность ютуберам. Если что, каждый ютубер, у которого... Господи, блять. Пожалуйста. Перед тем, как в следующий раз отвечать на подобные видеоролики, ты их хотя бы внимательно изучи перед этим. Я не говорю, не утверждаю, что ты единственный, блять, ютубер. Открою тебе тайну. Абсолютно всем можно банить игроков в игру. Ты давно вообще в нее заходил. Там есть красненький колокольчик, на который тыкаешь и выбираешь, за что забанить, за что отправить жалобу. Ты можешь написать модератору, скинуть момент, скинуть айдишник и его забанят. Я не говорю, что ты единственный. Я говорю, что ты это пропагандируешь. Ты сам в своих роликах говоришь, я забаню, я красавчик, я баню. Кидайте мне, я буду банить. Ты это пропагандируешь. Это единственная моя претензия. Ты для своей аудитории становишься человеком, который всевластен. Ты развиваешь на ютубе такое понятие, как культ личности. Загугли, пожалуйста, что это такое. Вот это вот моя претензия к тебе, дуракатый кусок. Чел, опять классный факт. Ну блин, ну что за факт? Каждый новый видеоролик, Ваня, это Гарена молодцы. Гарена красавчики. Это лучший пропуск за всю историю игры. Каждый новый пропуск в игре, это лучший пропуск в игре. Вопрос тебе, почему ты не ставил нарезочку с плохими пропусками? Отвечаю на твой вопрос, Ваня. Я не вставил три видеоролика с плохими пропусками, по твоему мнению. Только потому, что из 22 видеороликов с пропусками, которые залиты на твоем канале, 19 это самые лучшие пропуски. То есть, понимаешь, здесь 19, а вот здесь 3. Только поэтому я эту нарезку не вставил. И знаешь, что самое-то еще прикольное? Даже там, где ты типа хейтишь, хотя это трудно назвать хейтом, ты все равно пропагандируешь то, что в игру нужно донатить. И моя единственная претензия к тебе, это то, что ты пропагандируешь внутренний донат игры. Это моя единственная претензия. Вот я только хвалю пропуска, вот тебе нарезка. Что? Тематика с опионом? Тут вставил 4 видеоролика. Объясняю, мы сейчас их не будем смотреть. Первые 2, это пропуски 2018 года, в тот момент, когда он еще с игрой не сотрудничал. Более того, я сам в своем видеоролике вставил момент. Посмотрите, что он мог сказать про игру, про пропуски, когда она ему не платила. То, какое мнение, например, о пропусках и в целом об игре было у Вани, когда он был не такой популярный? Что он мог себе позволить сказать разработчикам игры в своих видео и на стримах? Часто серьезный щак в своем оправдании вставляет как раз-таки эти моменты, которые в моем ролике уже имеются. Он вставляет момент, где он типа хейтит. Чувак, ты в тот момент не сотрудничал с игрой и мог высказывать свое мнение свободное и не боясь, что тебе за это что-то будет. А потом, как я и сказал в своем видео, тебе начали платить и поэтому я вставил туда ту нарезку. Следующие 2 видео, которые он сейчас здесь покажет, это ролики, где он сначала хейтит пропуск, ну типа хейтит. А потом в конце он говорит, но пропуск все равно прикольный и его нужно купить. Только потому, что здесь вот это, вот это, вот это хорош. Охуенный хейт. Сначала пропуск говно, а потом пропуск надо купить. Братик, ну а что ты это не вставил? Я уже объяснил, почему я не вставил, потому что из 23 твоих видосов 19 пропуск самый лучший. Я до сих пор считаю, что 120 рублей в игру потратить на ваучер, купить с этого пропуск и с пропуска получить 2 костюма несколько... В своем оправдании пропагандируешь донат в игру. Мне кажется, опять делал какой-то непонятный факт. Это лишь обычное подлизывание, это отработка рекламного контракта, за которое ютуберы отвечают, как говорят сами менеджеры, дополнительные плюшки. По факту, ребят, по факту, почему ты не показал, как менеджер пишет про плюшки, а? Ведь это по факту, почему ты сейчас не вставил продолжение? Я там даже показал, подкрепил пруфами свои слова. У меня только один вопрос. Даже наш любимый Смайл хочет сотрудничать с Гареной, как он сам говорил. Смайл говорил не то, что он хочет с ними сотрудничать, он сказал, что ему на сотрудничество похуй. Ему от Гарены нужны только комнаты, но он их будет получать от них только в том случае, если у Гарены изменится отношение к их игрокам. По вашим словам, сотрудничать с Гареной это значит лизать, то есть... Нет, нет, я этого не говорил. И более того, я сказал, что я против Гарены, ничего против не имею. Не имею ничего против Гарены и людей, которые трудятся на благо популяризации нашей с вами игры. Я прекрасно понимаю, что все ваши действия это ваша работа и это ваш заработ. Вы лишь работодатель, который заказывает рекламу, и я это понимаю. Вы привлекаете в нашу игру новых игроков, и это нормально. Я ничего против Гарены и Фрифайера в целом не имею. Я это поддерживаю. Я сам доначу вашу игру, вы можете посмотреть, сколько я денег туда залил. За три года игры в вашу игру я почти 300 тысяч рублей туда влил. Это вполне нормально. И я сам доначу эту игру, я сам готов ее рекламировать и так далее, и так далее, и так далее. Я предъявляю конкретно только тебе, что у тебя нет своего мнения, что ты свое мнение продал. Другие ютуберы так сильно, так активно игру, как ты, не пиарят. Это чистый факт. Они могут позволить себе обосрать игру, ну, так образно скажем. Они могут позволить себе высказать честное мнение касательно пропуска на стримах. Но только не ты. Ты эту игру прям облизываешь. И это чистая правда. И это моя предъява. К тебе. К тебе. Ни к Гарене, ни к другим ютуберам. А ты же сейчас в ролике отвечаешь на то, за что я даже не предъявлял. Все стараются подлизать. Ты сейчас серьезно? Не все. Ты. То есть сотрудничество с крупной компанией, с игрой, это значит подлизывать. Прикинь, поддерживают игроков, которые, киберспортивные игроки, им довоевали, например, вещи матрешки. Причем сейчас это? В ролике об этом речи не идет, Ваня. Я понимаю, твоя аудитория все, что им дается, схавает. Но, Ваня, не все такие тупые. Да, вообще здорово. Вы лучше покупаете там максимальные паки за тысячу, или за две. Акция пока что такая, вот один раз, но... Чего нет? Прошлая вставка, это как пруф к моим словам, где Ваня пропагандирует донат в игру. А смотрите, что сделал этот хуесос. Он просто перемонтировал моменты, поменял их местами, из-за чего исказил смысл. И более того, он сейчас будет мне предъявлять за то, что я на него наехал за рекламу Горены Шоп. Хотя подобного в моем видеоролике не было. Это нативная реклама. Ребят, это круто. Это реально вообще... Пересмотри, Ваня, это видео прямо сейчас. Пересмотри. Перезаливов дохрена. И покажи мне, пожалуйста, момент, где я тебе за это предъявляю. О, офигенный момент. Это довольно-таки старый ролик, по-моему, 2-3 года ему. Прикол в том, что... Чувак, этот ролик использован в качестве подкрепления моих слов. Это и есть пруф. Я говорю, что если ты не скажешь идти донатить, они не пойдут донатить. Я показываю момент, где ты говоришь, Ребят, покупайте только самое дорогое. Берите, берите вот это вот. Это пропаганда доната. Все, что я хотел тебе сказать в видео. А ты сейчас будешь мне предъявлять за ролик, Которому у меня лично претензий вообще никаких не было. И да, Вань, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Чувак, прикол. Я тогда сделал ролик, офигенный ролик. И он очень сильно хайпану, потому что я рассказал аудитории, Как можно донатить намного дешевле в игру. Крутой ролик. Реально крутой ролик. Об этом практически никто не знал на то время. Ну, ребят, ну что за дела? Ну это давай сливать, короче. И нам же пизды дали. Я отреагировал, извини, в ситуацию. Потому что реально поступило не красиво. Говорю, окай. Я говорю, а как можно делать? Я говорю, да, а жабка знаешь, что я делал? Я его тогда даже разоблачил на этом пиздец. Делал только что мелчатся. Амина, не поднялся. Во, опять вернулись там уже с самого мыла. Мне вот интересно, Вань, зачем ты вот так вот постоянно крутишься, Вертишься, кричишь, блядь, 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 а чё, гвозди, блядь, на стуле или чё? К сожалению, я просто сказал, но пруфов у него не было. А у меня пруфы на то время были. Но в чём прикол? Опять же повторяемся. А если у тебя были пруфы на то время, почему ты их сейчас здесь не вставил? Нам, пока что это только пустой трёп. Покажи нам, пожалуйста, пруфы, почему ты в этом моменте и вообще во всех своих моментах не подкрепляешь свои слова пруфами. На то время был чат с около, около крутыми ребятами, ютуберами. И тебя за это разоблачали, я помню, как ты обосрался. Если в это обновление, там давали парочкам бета-тесты, и они уже давали доступ остальным, потеряете там видео. Всё. Но, почему прекратились сотрудничать со смайлом? Честно, не знаю. Но, по моим ощущениям, как я знаю, пассива слов, у нас есть ПК-клиент, где мы можем делать турниры, летать по комнате, все дела. И там было на то время, можно просто было через Unity, например, тот же самый, Xploder, достать файлы игры. Держу тебя в курсе, достали они файлы игры не через ПК-клиент, грёбанный ты маленький пиздобол. Они достали их с приложения на Android. Вот, получает выгоду аудиторию, но, к сожалению, Евген получил только трайки. Запомню одну очень хорошую фразу. Во-первых, всё будет, но не сразу, а во-вторых, смеётся тот, кто смеётся после. Я рад, что тебе очень весело с ситуацией, которая сложилась с моим каналом, но поверь, Вань, с твоим каналом будет гораздо, гораздо, гораздо хуже. Ребят, это, конечно, спешно. Падали дальше. Например, главный менеджер Артём, который отвечает за раздачу плюшек для ютуберов, прекратит тебе отвечать. Ой, отлично же от тебя, братишка. Тебе не отвечает Артём Балабашин. Так я тебе открою большой секрет. Простите, дофига количества ютуберов? Мне кажется, процентов 50 ютуберов, которым он не отвечает. И знаете, что самое обидное? Даже мне он не отвечает. Опять же, Ваня, почему ты не вставляешь моменты из моего видеоролика, где я сказал... Может быть, я сейчас накручиваю. Может быть, и правда это совпадение. А ты действительно очень занятой человек. Я подтверждаю, что, возможно, я ошибаюсь. Но знаешь что? Я уже сказал, что в неизвестной чём телеграмме по ссылочке слита переписка с тобой лично, где ты подтвердил, что только после нашего с тобой конфликта мне перестал Артём отвечать. И более того, в моём видеоролике даже показано, что до конфликта всегда отвечает, всегда даёт, всегда всё хорошо, а после конфликта тотальный игнор. На протяжении трёх или четырёх месяцев. Я об этом сказал в ролике, но ты, конечно же, и не удосужился это сюда вставить. Ты при том, что ты сам это подтвердил? Вся переписочка есть в неизвестной чём телеграмме по ссылочке в описании. Ванька, ты слитая дешёвка. Хотя, считай правильно, что он не получил, что такое говно оказалось. Ничего... Вань. Ладно. No comments. Чувствую, не чувствую, что у меня просто слили. Даже с датам манерами, блин, чел. Блин, даже... Чё я говорил? Он даже фамилию моё не знает. Вань, пожалуйста, позвони прямо сейчас Леониду и спроси, какая у тебя фамилия. И позвони ещё тем двум потным мужикам, которые минимум в два раза старше тебя и которых ты на фото вот так вот... Все эти фотки есть в неизвестной чём телеграмм-канале по ссылочке в описании. Ой, ребят, я что-то не понял. Причём в этом видео Артём Балабашин? Давайте я поясню за этот момент, ребят. Я в своём видеоролике вставил момент. Ваня, конечно же, для своей доверичевой аудитории не удосужился этот момент сюда вставить. Я там вставил, что ничего не утверждаю, это только слухи. Но я ничего не утверждаю, это лишь слухи. Более того, я даже это сам лично сказал Артёму. Я пояснил за это. Я даже извинился перед ним за эту фразу, которую многие не так поняли. Я сказал, это слухи. Но то, что разбаны были и то, что они есть, это чисто факты. И в доказательство моих слов, неизвестно в чём телеграмм-канале, по ссылочке в описании, слита переписка, где Ваня не против разбанить аккаунт за донатик. Пришлите мне пруф, то, что Артём Балабашин разбанил аккаунт за деньги. Кто пришлёт, да. Деньги за это, возможно, не получал. И, может быть, даже это и не он делал. Готовь, пожалуйста, 100 тысяч рублей, которые ты сейчас пообещал, потому что у меня есть пруфы, где ты не против разбанить аккаунты. Тому подарю 100 тысяч рублей. Напиши мне в ВВС, я тебе карту скину. Знаете, равные ютуберы говорят Артёму, а почему мне пришло алмазов меньше, чем жатки, ведь условия у нас одинаковые. Да ему отвечают просто... Открою для вас секрет. А мне дают точно так же, как и другим ютуберам. Ну, собственно, 45 тысяч алмазов в месяц. Запомнили, да? 45 тысяч алмазов в месяц. Почему я так сказал? А потому что, смотрите, здесь далеко не 45 тысяч алмазов. Ванечка. Здесь их больше 100 тысяч. И так у тебя, Ванечка, в аккаунте, абсолютно каждый грёбаный месяц. Поэтому не тебе говорить сейчас о равенстве. Грёбаный ты пиздобол. 45 тысяч алмазов. Ты мне говоришь, что я ездил за свой счёт на тубнику, комментирование тубнику. А зачем об этом говорить? Это не относится к делу, что ты там за свой счёт куда-то ездил. Да, может быть, ты ездишь за свой счёт. Я не говорил, что тебе прям опачивают все дороги. Я сказал только про одно событие в своём ролике, которое тебе гарантированно на 100% оплатили. Конечно, кому какое дело, когда поздравил свою аудиторию с Рамаданом? А, да, ещё. Почему же дают вещи ютуберам там, типа, эксклюзивные? Ребят, те, кто в самом высоком уровне поддержки, это тот же там, Тамазан, Трешев, Яков, Юбро, ещё несколько ребят, учёлся. Самый прикол, что я в этом ролике не задавал вопросы, почему дают вещи ютуберам. Ты сейчас поясняешь за то, чего я в ролике своём не говорил. Ты уже на протяжении полчаса говоришь о том, чего в ролике нет. Либо о том, о чём я сам в своём видеоролике сказал. Вань, ты слитая дешёвка. Ты хочешь сказать, что большие ютуберы, которые получат... Я не хочу подобного сказать. Более того, я даже о подобном не думал. В этом ролике конкретно идёт речь только о тебе. Это ты сосёшь. Это ты подлизываешь. Это ты делаешь всё возможное, чтобы поиметь как можно больше денег со своей доверчивой аудиторией. Я не говорю про других ютуберов. Я не касаюсь других ютуберов. Я касаюсь здесь только тебя. Отвечай, пожалуйста, в своей ответке только за себя. Не нужно против меня настраивать свою доверчивую аудиторию против меня путём того, что ты им говоришь. Ты хочешь сказать все ютуберы, значит, ты всех оскорбляешь. Я только тебя оскорбляю, ёбаный ты, вживый, лицемерный хуесос. То есть они рот раскрывают шире, как ты говоришь. То есть все, кто стремятся получить поддержку от Горена, то есть там какие-то плюшки получают, чтобы развитие было. То есть они рот раскрывают шире. И тот же самый... Я этого в ролике не говорил. Я более того, об этом в ролике не думал. И знаешь почему, Вань? Потому что я сам в своё время получал поддержку от Горена. Было бы очень глупо сказать, что я для этого сам... Блядь, я такой тупой, что просто пиздец. Слычайный друг, который говорил на интервью, Он этого не говорил. Он сказал, что он хочет получать комнаты, но при условии, если Горена будет по-другому относиться к своим игрокам и сотрудничеству с другими ютуберами. Классно, здорово. Блин, у тебя факты просто меня уничтожают. Ребят, я уничтожил. Ты не отвечаешь на то, что я тебе спросил в ролике. Абсолютно. Ни одного ещё ответа. Ты уходишь от ответа. Ты переворачиваешь факты. Ты перемонтируешь мой ролик. Ты говоришь и отвечаешь только на то, на что тебе выгодно. И самое-то смешное, что на всё это я уже ответил в своём видеоролике. Но, конечно, ты это сюда не вставил, потому что тогда доверчивая аудитория тебе просто не поверит. И окончательно тебя обоссыт с ног до головы. Где твой разъёбнул, что ты меня по факту сливаешь? Я хочу получить это. Дай мне это. Дай мне это. И да, Ванечка, я прекрасно понимаю, что ты можешь обижаться на меня за мои оскорбления. Не обижайся, пожалуйста. Ведь в своих видео ты людей не так называешь. Вы слышали, что я сказал в том моменте? Вот давайте просто послушайте. Кого Ваня так называет? Людей! И смотрите, что говорит сейчас он. Ёбаный ты пиздобол. Я не говорил, что ты как-то оскорбляешь своих подписчиков. Я сказал, что ты наёбываешь подписчиков, но оскорбляешь, я такого не говорил. Ты сейчас демонстративно на полтора миллиона человек просто настраиваешь их против меня путем подтасовки фактов и коверкивания моих личных слов. Я подобного в своем ролике не сказал. Я сказал про оскорбление людей. Какой ты гений? Какой ты гений? Ты же взял, показал на свою аудиторию, что я так называю свои подписчики. Вань, ты слитая дешевка. Лайк тебе за это, но, ребята, открою вам секрет. Это нарезочка, щит патрулей. Идите смотрите мои ролики. То есть, по-твоему, читеры и сговорщики это не люди. То есть, их можно оскорблять. Вань, ты просто конченый мудак. С вашего позволения, вот этот вот данный момент я сейчас пропущу. Потому что я очень хорошо отношусь к человеку, про кого я сейчас здесь говорю. Я очень рад, что Ваня знает, о ком я говорю. Я очень рад, что он понял, про кого я говорю. Но чисто из уважения к этому человеку я этот момент пропущу. Тебя, ну, ребята, когда поняли, оценили, поставили ему лайкос. Ну, а ты, как всегда, членосос. Членосос здесь только ты, который в 2015 году зависал с такими же членососами, которые в два раза старше его, в неизвестно каком месте. Все эти фоточки слиты в неизвестно чьем телеграмме по ссылочке в описании. Не тебе мне говорить за членососом. Ну, наверное, потому что я летаю в Москву почти каждую неделю. И нахожусь буквально в 5-10 минутах езды от моего друга. Еще дальше. Ладно, давай про ивент спросим. Ты будешь там говорить, типа, у нас ивенты там жарко все дела. Я подобного в своем видеоролике не говорил. Опять же, покажи мне этот момент, где я это сказал. Ты опять ссышь в уши своей доверчивой аудитории. Красавчик, Вань. Я сказал, что ты лицо горено. И я обосновал почему. Что ты есть наивен, что тебе донатят, что тебе посылки больше, чем у остальных, и так далее, и так далее, и так далее. Я не предъявлял тебе за то, что ты появляешься на этих ивентах. Нет. И более того, в своем же видеоролике я сказал, что это нормально. Вставляй моменты полностью, если хочешь ими апеллировать. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу В квадрате, потому что не ты сам подстригся, а тебя попросили подстричься. Ребят, я живу рядом с Москвой. Вся движуха приходит в Москве. Иногда за свой счет. Вань, давай назвать вещи своими именами. Не за свой счет, а за счет своей доверчивой аудитории, которую ты постоянно из ролика в ролики наебываешь. Иногда. Редко, но бывает. Только что ты сказал, что редко, да? Редко, но бывает за свой счет. Редко. То есть в большинстве случаев тебе все оплачивает Гарена. Но еще где-то 10 минут назад ты говорил, что ты ездишь практически всегда за свой счет. Открою тебе, Вань, секрет. Стоимость авиаперелетов, например, компании Победа, например, из Москвы до Питера, или из Питера до Москвы, и из Караганды до Москвы практически отличается на тысячу, две, три рублей максимум. То есть, по факту, для Гарены 3000 рублей – это копейки. И они в легкую могут любого ютубера из любой точки мира перевести к ним на события, если им это нужно. Потому что, потратив там 3000 рублей за билет, условно говоря, они поимеют с этого в 10 раз больше. И вот этот твой довод, что ты живешь, типа, в Питере, а остальные далеко – это даже не аргумент. Это какая-то хуйня из-под коня. Ты несешь сейчас опять дичь. Ну кому какое дело, когда поздравил свою аудиторию в начале ролика с Рамаданом, чтобы заранее ее задобрить и переманить тем самым на свою сторону. Гребаный ты пиздобол. И слитая дешевка. Также, обрати внимание, Вань, я для особо тупых и для тебя лично оставил вот эту пашку. Это видео записано после очередного проеба перед аудиторией. До этого я рассказал про этот наеб. И потом вставил вот этот вот видеоролик. Вставочки, которые в этом видеоролике, они, типа, знаешь, это как сравнение, каким ты был до и каким ты стал после. То есть спустя 2 года. Это чисто как пример. Ты тут извиняешься, а я на фон вставляю чисто, чтобы на тебя поржать в правдивость твоих слов о ролике из нынешнего времени. Ну, это чисто прикол, блядь. Это даже серьезно воспринимать не нужно. Но что сделал ты? Конечно же, ты на очередной мурофл решил мне на серьезных щах ответить. О, моя любимая! Ребят, самая моя любимая. Смотрите, в чем прикол. Сравнить ролики. Я не сравниваю то, что было 2 года назад с тем, что есть сейчас. Ваня, ты гребаный идиот. Покажи мне, пожалуйста, где я в ролике сказал, что я это сравниваю. Что я сравниваю то время с нынешним. Покажи мне, пожалуйста, зачем ты сейчас снова в открытую пиздишь своей аудитории. Я его не сравниваю. Вань, не моя проблема, что ты очень сильно тупой человек. Ты своим маленьким мозгом, где не более двух извилин, не смог догнать, для чего эта вставка вставлена в ролике. Я уже пояснил, для чего и почему и как это понимать. Но ты, тупой имбецил, сейчас пытаешься своим детям втереть то, чего даже не было в ролике. Ничего даже не было в моей голове. И новый ролик. Алло, братишечка, бро, ну пойми ты, за 2 года все может перевернуться. За 2 года без 3 тысяч алмаза я получаю 45 тысяч. Не 45, а больше 100. Давай будем честны, ладно? Я в курсе, что через 2 года все изменилось. Более того, я даже сам об этом в ролике говорю, когда говорю со Смайлом. Почему ты опять это не вставил, мне непонятно. Жабка, это тот ютубер, которому многое позволено, которому многое достается. И он приходит посылочки больше, чем у других. И оплачивают билеты в Бразилию. О, еще одно, еще мое любимое. Дальше добиваемся больше фактов, больше классных тем. Вань, сейчас я тебя публично оббасу на всю твою аудиторию. Смотри. Я получаю больше всего. Почему я получил больше всего? У меня посылочка. Так это, как бы, собственно, больше, чем у других. По-моему, большие посылочки получили большие крупные ютуберы. И они у всех были одинаковые. А теперь смотри, мой, дорогой и хороший. Почему я решил, что у тебя больше, чем у других? Потому что ты сам об этом сказал в своем ролике. Идиота, ты кусок. Чтоб вы понимали, посылочка чуть больше, чем у остальных. Ну как чуть больше? Намного больше. Вот этот момент, кстати, про больше, чем у других, должен был быть в изначальной версии моего видеоролика, на который кинули страйк. А после этих слов, больше, чем у других, я хотел вставить тот самый момент, который вам только что показал. Но почему-то я решил, что этот идиот до этого не докопается, и он это пропустит как-то мимо ушей. Но он настолько придурок, что он реально решил до этого докопаться. И только что мы его с вами публично унизили и обоссали с ног до головы. И раз уж мы сейчас с вами заговорили о равенстве ютуберов, и тем более обычных игроков, то, пожалуйста, объясните мне, почему самый популярный ютубер СНГ, лицо нашей с вами игры, имеет право заходить на чужие аккаунты, покупать чужие аккаунты, раздавать чужие аккаунты. В тот момент, когда все эти действия запрещены на официальном уровне. Вот это вот пак, который пак. Спасибо, что подтвердил. Я имею право заходить на аккаунты, покупать аккаунты тоже не могу. Ты только что это подтвердил. Обрати, пожалуйста, на это внимание. Ты сейчас это подтверждаешь. Отдавать вам аккаунты тоже не могу. Но смотри, что ты сейчас скажешь. Я сейчас показываю, типа, трубку, что я отдаю аккаунт. Ты думаешь, что я купил этот аккаунт? Я купил нулевой аккаунт. Первый уровень, первый уровень. У меня... Я показываю, что ты отдаешь аккаунты. Да, Ваня, ты в своем видеоролике просишь людей отгадать пароль. Типа пароль спрятан где-то в видео, ищите буквы, вводите аккаунт ваш. Что это? Ты отдаешь аккаунт своим подписчикам в тот момент, когда это запрещено. Запрещено. Именно об этом я говорю в своем видеоролике. Или все-таки ты наебываешь свою аудиторию, и никаких паролей в этих видео ты не оставляешь? А? Выдруг монтажер. Я его говорю, типа, можешь сделать мне аккаунт? Он не делает, я доначу туда. И все, типа, прокачиваю. Ты сам сейчас говоришь, прокачиваю и отдаю, но ты сам до этого сказал 10 секунд назад, что это запрещено. Сказал об этом я в ролике, а ты в своем видео это подтвердил. И сейчас же ты просто обоссан с ног до головы, потому что сам себе в этом видео ты противоречишь. Классная тема. И просто дарю подписчику. Тут находит мне его так. Я дарю подписчику. Но это запрещено, ребят. Ты ебаный идиот. Я это как раз таки понимаю. Я об этом сказал в своем видео. Ты это делаешь, ты это пропагандируешь в тот момент, когда это запрещено. Опять на соли лучше. Ну что ты сделаешь, ребят? Ну не по факту. Ну не по факту, алло. В тот момент, когда обычных игроков массово банят и отстраняют от участия в официальных турнирах. За ровно те же действия, которые позволяют тебе самый популярный ютубер СНГ и транслируют их на многомиллионную аудиторию. О каком равенстве вообще, блядь, идет речь? О, скриншоты такие показал. Вау, amazing. Обычных игроков просто банят. Ну, брат, где банят? Не сказал. Как их банят? Как это не сказал? Я сказал. На турнире отстраняют от турниров. Я сказал. Ты ролик одним ухом что ли слушал или что? Не сказал. Это про игроки, говорю. На про лиге им банят, не аккаунт, им банят возможность участвовать в турнире. Про игроков, в которые можно прийти в профиль, сидела там типа. И они там передают им аккаунты, там продают аккаунты, являются гарантами. Это запрещено. И на про лиге, если бы я был бы, я тоже получил бы бан. Каждый ютубер передает свой аккаунт, там делает обзоры, все дела. Тот же твой друг. И прямо сейчас он сливает этих самых ютуберов, если вы это не поняли. Вань, ты хотя бы язык свой контролируй, потому что из-за тебя сейчас у других ютуберов могут быть проблемы. Сочек, смайлик, который делает пустые аккаунты. Ты сейчас можешь не делать, врачи 100% за телом. А знаешь, в чем отличие от смайла и тебя? Смайл неофициальный стример. Он может делать все, что он хочет. А ты не можешь, потому что ты подписываешь бумагу, где написано черным по белому, что тебе можно, а что тебе нельзя. Именно это моя основная претензия к тебе, на которую ты, конечно же, в этом видеоролике не захотел отвечать. Слитая ты дешевка. Танечка и Артемочка, перед тем, как будете кидать мне страйк, сначала киньте их вот этому вот человеку. Так, алло, алло, алло. Змея не трогать. Держу тебя в курсе, змей посмотрел мое разоблачение, и во многом он со мной согласен. Поэтому то, что ты сейчас за него заступаешься, выглядит как минимум кринжово. И более того, насчет змея. Ты опять же не выкупил этот момент, и сейчас кидаешься какими-то нелепыми, блять, шуточными обвинениями. Пытаешься оказаться таким ярым защитником других ютуберов для своих доверчивых жабкоебов. Ну вот, что я тебе скажу. Спустя час после выкладки этого видеоролика, мне змей написал лично ВЛС, и я перед ним извинился. Все у нас с ним хорошо, и я ему объяснил, почему этот момент был вставлен, мы поняли друг друга. И этот момент должен был в ролике быть удален. Но так как твой гребаный дружочек кинул мне страйк, я это сделать просто физически не успел. Поэтому все твои вот эти вот нелепые сейчас обвинения, которые направлены только на то, чтобы утвердиться перед своей доверчивой аудиторией, это просто пустой звук. Опять же, он момент просто вырывает из контекста. Вот этот тот момент был подвязкой, был пруфом к предыдущему моему доводу. А этот хуесос берет мой довод, выдает за пруф, вставляет свой комментарий, и затем на мой довод отвечает своими аргументами. Ваня, ты только что демонстративно подменил понятие. Понимаешь? Или твой тупой мозг, как ты говоришь, не способен подобную информацию сейчас переварить? Ты просто вырвал фразу из контекста. Эта фраза была пруфом вот к этому доводу, на который ты уже ответил, а сейчас мой пруф, который должен быть одним целым вместе с доводом, берешь и перековеркаешь. Ты гребаный лицемер, который отвечает только на то, что ему выгодно, который вырывает все из контекста, и который как уж на сковородочке пытается увернуться. Около года назад, в феврале, Гарена проводила турнир Russia League сезон 1. В том турнире тогда были дисквалифицированы победители турнира Трое. Я не говорю сейчас, правильно это было сделано или нет, заслужено или нет, но Жабка тогда явно топил за Трое. Он реально их хвалил и говорил, какие они красавчики. Правда, потом посты с этой поддержкой он удалил. Хуй знает почему, совпадение просто. Да, по факту ты говоришь, что я удалил эти посты. Да, я удалил эти посты, но то были причины, которые... Которые ты, конечно же, сейчас нам не расскажешь. И вот здесь вот, ребят, я вам расскажу, почему он не предоставляет эти самые пруфы. Они у меня есть. Все они размещены в неизвестном чём телеграмме по ссылочке в описании. Заходите, читайте, смотрите и охуевайте. Хуярым борцов за справедливость. Ой-ой-ой-ой-ой, всех, всех он там прутал. Такой спиншот, типа, вот такие плохие ребята, типа, эээ, нарешали правила. Так это относилось к твоему другу и его друзьям. А также, держу тебя в курсе, Азам делал то же самое. Другие ребята делали то же самое. Многие ютуберы делали то же самое. Они ради контента делали сговор на том турнире. Потому что тот турнир был лютая, скучная, дерьмища. Битва ютуберов, классная тема, офигенная тема. И знаете, что наш классный, крутой парень, который оправдал это тем, что он делал контент, потому что он стал проигрывать. Ну ладно. Неправда. Делал сговор на битв ютубере. Вау, как же это круто. Смотрите, это нормально, адекватно делать сговор на битв. Я сейчас, конечно, понимаю, что ты удалил остальные записи в своем сообществе. Но ровно после той записи ты извиняешься перед трешером, который точно так же был там в каком-то сговоре. Я не могу сейчас утверждать, но что-то подобное было. Ты в следующей записи извиняешься перед трешером, что его оскорбил. Чувак, тут претензия больше не к смайлу, а ко всем ютуберам. Именно за это я тебя и подтягиваю в своем ролике. Но ты почему-то сейчас все шишки решил перекидывать на смайла. Очень глупо сравнивать битву ютуберов в жалкую, отстойную битву ютуберов, которую делаешь ты, про лигой. С таким масштабным, охренительным мероприятием, которое уже уходит далеко на какой-то федеральный уровень. Вань, это очень глупо. Солнув свой язык себе в жопу, и он перестал быть тебе братишкой. Я сейчас имел в виду то, что ты тогда топил за трое, писал посты с поддержкой, и как только их диспансифицировали с турнира, ты все эти посты, сука, удалил. Это называется лицемерие, ты отказался от своих слов. У тебя были десятки постов с поддержкой, но как только их диспансифицировали, ты все почистил. Нахуя? Это мой единственный вопрос. Нахуя? Почему? Ответь нам на него, пожалуйста. То, что сейчас скажешь ты, это дерьмище. Это направлено на малолетнюю аудиторию, которая это гарантированно схавает. Но ты по факту не отвечаешь. Ты не отвечаешь ни на один мой вопрос, который я задаю тебе в своем ролике. Ой, перестал быть мне братишкой. Ну, ничего то, что я с ним до сих пор общаюсь, класс. Речь идет не о том, общаетесь ли вы дебил в жизни, а о том, что ты просто удалил посты с поддержкой. Ты мог написать какой-то пост, ребят, и пересмотрел свое мнение. Да, ребята там что-то нарушили, бла-бла-бла-бла-бла. Но нет, ты просто все удалил и начал отмалчиваться. Потому что тебе, люди, которые тебе за это платят, заткнули рот. И прямо сейчас ты даже пруфануть из-за этого не можешь. Я Азама поддержал, когда ему папа в страйк кинули, помнишь? Только вот прикол в том, Ваня, что Азаму кинули страйк тогда 3 августа, а ты поддержал его 19-го. Хули ты все эти 16 дней делал? Сценарий, блядь, для ролика с поддержкой писал? И не надо мне сейчас говорить, что ты реально искренне решил поддержать своего братика. Не пизди мне, Ваня. Знаешь, как поддерживают? В личной переписке, в лицо, братишки, не публично. Хотя это выбор каждого, можно и на публику, но только если это происходит сразу же, в тот же миг. Воу! Я залупо одержал 19-го, 16-й день, что я делал? Во-первых, давай начнем с того, по факту. Я позвонил ему, один из самых-самых первых. Ты снова в очередной раз не выкупаешь претензию. Ты снова в очередной раз отвечаешь на то, чего нет. Мне все равно, звонил ты об этом, не звонил. Я сам бы это сказал, что искренне это, когда ты позвонил. Если ему позвонил, ты молодец. Но! Я здесь говорю конкретно за то, что у тебя просмотры упали, и ты решаешь хайпануть на острой теме. Азаму блокнули канал, страйк, и ты решаешь на этом выехать. И у тебя это получилось. Я предъявляю тебя конкретно за это. Это чистый хайп. Поддержка это как раз таки по телефону, что ты и сделал, ты молодец. Но нахуй я после этого, поскольку ты его уже лично поддержал, выкладывать этот видеоролик. И не надо мне сейчас говорить, что там миллион набить и так далее, и так далее, и так далее. Это неправда. Если набить миллион, назови видеоролик, давайте сделаем миллион Азаму. Я уверен, гораздо больше бы людей подписались на него после такого названия. Но что делаешь ты? Ты ставишь ёбаную аватарку, Азам забанен, слезочки, грустные смайлики. Все делаешь для привлечения внимания. И я это в ролике говорю. И ты на это, к сожалению, сейчас не отвечаешь. Почему? А потому что доверчивая аудитория, которую можно поздравить в начале ролика с Рамаданом, после этого схавает абсолютно все, что ты им сейчас дашь. Ваня, я тебе честно говорю, все твои вот эти вот оправдания, то, что ты сейчас пытаешься сделать, это выглядит очень нелепо. Я как взрослый человек, которому 27 лет, смотрю на это, и это выглядит просто нелепо. Ты как ребёнок, которому 10 лет, которого загнали в угол, и который не знает, что ему сделать, что ему сказать, чтобы ему поверили. Зачем ты, разоблачая меня, задеваешь других ютуберов? А зачем ты, отвечая мне, задеваешь сейчас других ютуберов? Надеюсь, ты понял, что я говорю тебе, ну ладно. А, так это было где-то 6 месяцев назад, да? О, нашёл ролик, смотрите, это Азам, мы с тобой, классная тема, офигенный ролик, но почему-то ты не сказал, что... Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Красавчик, классный ролик, офигенный ролик, красавчик. Только вот обложечка и название чисто сделаны только для хайпа, и ты меня в этом не переубедишь. Этот ролик был сделан не то, чтобы в поддержку Азама, да, он был в поддержку Азама, но в основном этот ролик был... Не то, чтобы в поддержку Азама, но да, в поддержку Азама. Блядь, Вань, ты идиот, ты выглядишь сейчас нелепо. Для того, чтобы добить ему миллион, 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 миллион подписчиков. Почему-то раньше это не выпустил, вот у меня вопрос. Смотри, сколько роликов у тебя тогда выходило. Смотри, сколько роликов у тебя тогда... Ты не мог заменить ролик с поддержкой Азама и выпустить этот ролик вместо, допустим, промокода какого-то, который у тебя там просто овер дохуя. Видос? Это было 11 августа. Смотри, это было 11 августа. А теперь давай вместе с тобой посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Минимум девять видеороликов ты выпустил с момента, как Казаму кинули страйк. Что тебе мешало записать королький ролик с поддержкой и выпустить его вместо одного из этих девяти видеороликов? Грёбаная ты слитая дешёвка. И вот тут 4 августа, окей, 4 августа. А вот, 4 августа. То есть у тебя почти 15 видеороликов вышло с момента, как ему кинули страйк. Что тебе мешало один из роликов заменить? От моей команды ролик чисто что-то закрыть, промокод. Я не понимаю, для чего ты сейчас нам это показываешь. Я тебе говорю конкретно, почему ты не мог один из этих видеороликов заменить на поддержку? И стыдых хотел его поддержать, если ты это делал искренне. Почему ты не мог один из 15 или 20 этих роликов заменить на поддержку? Ты сейчас выглядишь, Иван, максимально нелепо. Вот в этом конкретном моменте все взрослые люди сейчас понимают, что ты просто обосран с ног до головы. Вот этот ролик я сам делал, чисто чтобы закрыть, промокоды. Чисто вот ролик, чисто чтобы закрыть. Вот почему чисто чтобы закрыть, нельзя было выпустить ролик в поддержку Азама? Вот почему? Объясни это. Это моя основная претензия в видео. А ты сейчас несешь какую-то полную, блядь, хуйню. Честно, не помню. По-моему, я отдыхательница, честно. И мне было совершенно даже не до этого. Вообще нелепо это все выглядит сейчас. Очень нелепо. Роликов не выходило, но тем не менее у чувака просто за месяц 20 видеороликов. Вань, ты, блядь, ты просто тупой какой-то. Но ты реально, ты просто, блядь, тупой человек. Я не понимаю, ты просто, блядь, тупой. Ты глупый, Ваня. Ты тупорылый. У тебя просто, блядь, ну серьезно, блядь, ты тупой, Вань. Я это не устану повторить. Ты просто тупой. И мне жаль людей, которые тебе, смотря вот на это, верят. Ты мне что-то хайпанул. Да. И я от Сейхсов не отказываюсь. Сто тысяч просмотров, шестьдесят четыре. Но я ничего... Сто шестьдесят четыре. Чувак, ты только что обосрался еще раз. У Азама, 259 тысяч просмотров. Потом ты сравниваешь сто и шестьдесят четыре. Шестьдесят четыре тысячи просмотров на канале, где полтора миллиона подписчиков. Чувак, ты идиот, блядь, ты идиот. И знаешь, что самое-то тупое? Ты сейчас нам показываешь просмотры спустя семь месяцев после публикации. Ты идиот, ты кусок. Найди нам скриншоты и покажи разницу в тот момент, когда ты только выпустил этот ролик. Я уверен, там цифры будут совсем другие. И даже спустя семь месяцев у тебя просмотров ничтожное количество по соотношению количества твоих подписчиков. Я еще запускал небольшой конкурс. Это сейчас вообще ни к силу, ни к месту. У тебя конкурсы выходят каждую неделю по десять тысяч раз. В каждом ролике у тебя конкурс. Вот это вот сейчас к делу вообще никакого отношения не имеет, поэтому мы это с вами пропустим. Я не виноват. Вань, что ты тупой дегенерат. Ты личной переписки. Ты обвинял меня в том, что я хайплю на имени Азам. И, конечно же, на твоем. Куда ж без этого? Да, я тебя по факту обвиняю в том, что ты хайпишься на имени Азам. Никто же, верно, не забыл. А, наверное, уже забыли. Всем же кофе кучить на все конфликты через неделю. А на том, что ты решил такой, типа, и я лучше черноты. Моя гильда лучше черноты. Я так не решил. И говорю сейчас искренне перед всей своей аудиторией. Я не думал, что этот ролик так хайпанет. Мы с моей гильдией на протяжении двух месяцев готовились к этому КВ. У меня не было цели задеть Азама, оскорбить Азама, хайпануть на нем. Мы просто хотели вызвать их на КВ. Да, может быть, я там был на том видео, какой-то дерзкий слишком. Может быть. Я это не отрицаю. Более того, Азам не даст мне соврать. Я сам лично ему перед нашей с ней перепиской про это сказал. У меня не было цели хайпануть. Я не ожидал, что это хайпанет. Я не думал, что он будет это смотреть на стриме, и это так завирусит. Ты вообще не имел права что-либо сказать. Не имел права что-то сказать. Блядь, в стране свобода слова. Чувак, я могу говорить все, что я думаю. Например, я хочу назвать тебя хуесосом. Я говорю тебе, ты хуесос. Ты сейчас сидишь в открытую подтасовываешь факты и пиздишь своим подписчикам обо мне. Ты отвечаешь на аргументы, которых в моем ролике не было. Ты сейчас пытаешься выкрутиться из сложившейся ситуации и выйти из нее победителем. Но, сука, знай, у тебя это не получится. Адекватные взрослые люди понимают суть происходящего, и они видят, что ты гребаный пиздобол. Тогда что делаешь ты, Ваня, снимая пиздобольский ролик с обзором на аккаунт, который дал Маргинштерну для рекламы твой дружочек, выдавая на серьезных щах это за реальный аккаунт? Объясняю, Вань, также для тебя туповым. Прямо сейчас я тебе там предъявляю в этом моменте за ролик с Маргинштерном, который голимая постанова, а за ролик, который... Ну, Маргинштерн не играет в игру. И это глупо отрицать, и глупо говорить, что он играет. Все прекрасно понимают, что всем блогерам, всем ютуберам, которые рекламируют Free Fire, им аккаунт дают для того, чтобы они сняли на нем футажи. Это факт, это все знают, это глупо отрицать. Но ты, идиот, в том ролике утверждаешь, что Маргинштерн катает, он играет, что я могу добавить в друзья, могу его в гильдию принять, смотрите, какой у него аккаунт. Ты в том моменте спиздел. А вот эти вот моменты, вот эти вот картинки на фоне моего голоса с Элджеем, я здесь показываю, что ролики с Элджеем, где на обложках его лицо, это тоже сделано для привлечения и внимания. Потому что в самих роликах Элджея нет, но ты, тем не менее, на обложках используешь его лицо. Это для хайпа, для привлечения внимания. И вот это вот моя к тебе претензия. А что будешь сейчас сделать ты? Ты сейчас будешь мне объяснять, что они играют в игру, и будешь стараться убедить всю аудиторию, что я оболгал тебя и наврал. Ты, блядь, будешь отвечать на то, чего, блядь, в моем ролике просто нет. Да, ты балабол, Вань. К сожалению, я не могу тебе показать чат. Он есть, но я вам его не покажу. Ребят, у меня есть фотки, и я вам их все показываю. Они все есть в Телеграме. Вот это вот подкрепление моих слов. Телеграм, ссылочка в описании. Это подкрепление слов. А он, он говорит, что есть, но он не покажет. Вань, ты идиот. Если у тебя есть пруфы, покажи нам их. Не надо говорить, что они есть, но я не покажу. У меня тоже есть 10 миллионов долларов, но я тебе их не покажу. Это же просто, блядь, бред. Мне жаль людей, которые тебе верят. Люди, которые в эту ответку поверили. Вы тупые идиоты. Попался ты, но там просто горело. Там горело. Ну, я заходил на аккаунт, у меня даже их должен был... Так я не отрицаю, что ты заходил на аккаунт. Я тебе говорю в ролике, я это не отрицаю. Я видел, что ты на аккаунте, но я в ролике сказал, что этот аккаунт фейк. Он не играет в игру, ты пиздобол. Пиздобол. Я тебе предъявлял совершенно за другое. А ты сейчас пытаешься мне доказать. Просто, блядь. И вот я тебе говорю, вот я тебе говорю, смотри, Вань, есть футболка, она черного цвета. Что скажешь по этому поводу? А ты мне в ответ, блядь, братан, ты чего, охуел? Никакого дождя на улице нет. Идиот. И опять оказался на футболу. Ты думаешь, я так не сделал? Ну ты думаешь, что Карена не сделала это? Типа, не помогла. Сконтактирует, чтобы я зашел на аккаунт. Я как раз таки и говорю, что Гарена тебе помогла, и ты зашел. Но Гарена перед этим создала эти аккаунты, задонатила туда, открываем там нахера шмоток, и ты туда зашел. Я это знаю, я это в ролике сказал, придурок, блядь, тупорылый. Серьезно, ты так думаешь? Ты реально так думаешь? Это, конечно, смешно с твоей стороны. Как назвать тебя, когда ты на своих превью ставишь логотип канала Смайла, которого даже нет в твоем ролике? Как назвать меня, что я ставлю? Смайла на логотип. Бля, вот это вот я просто оставлю без комментариев. Ребят, вот то, что он сейчас говорит, это просто, блядь, кринж. И когда я это первый раз услышал, я по всей комнате кубарем катался, вот смеху. Ну, как я его как бы ставлю, чтобы о нем не забывали. Ты этим сейчас подтвердил, что тебе абсолютно похуй на свою аудиторию. Даже не видишь, какие-то превью делают. Тебе вообще похуй, тебе главное ролик выпустить. Как назвать тебя, когда в названии своих роликов ты регулярно ставишь имена других ютуберов, которые в данный момент времени более... Он опять же сейчас вырывает фразы из контекста. Вот это вот момент, где я вот эти вот обложки все вставил, это, грубо говоря, пруф к тому, за что он мне предъявил. Он мне предъявил в наших личных сообщениях за то, что какого хуя ты хайпишь на моем имени. У тебя там в названии мое имя. Как тогда назвать твои действия, если ты делаешь ровно то же самое? Вот это вот момент, это пруф к моему прошлому доводу. Но этот ебаный дурачок просто решил сейчас вырвать фразу из контекста и на нее ответить. Меня набирают просмотры. Воу-воу-воу-воу-воу. А что ж ты, Ваня, дальше-то момент не показал? Там дальше будет плашка, где я объясняю, что конкретно мне не понравилось. Что ж ты ее, мудива ты гребаный, не показываешь? Ты сказал, что я жалок, пытаюсь хайпить на имени Азама и твоём. Но параллельно ты забыл, что на твоём канале есть сотня роликов с именами других людей. Я делаю всё ради просмотра. По факту. ...мени убить, уничтожить. Ребят, какой ютубер? Вообще, есть ли ютуберы, которые делают ролики? А ради чего они вот делают? Вот ты просто в очередной раз не понимаешь смысл моих слов, ты их коверкаешь и выдаёшь за истину для своей аудитории. Я тебе за это не предъявил. Вань, пересмотри, пожалуйста, внимательно мой видеоролик и пойми, за что тебе конкретно предъявляют. Не за просмотры, а за манипуляцию своей аудиторией. За использование своей аудитории в своих целях. Конкретно в своём личном обогащении. Ты на ютубе только ради денег. Если бы ты здесь был ради популярности, я бы сказал, окей. Но ты же, я тебе показал и доказал. Ради бабла. И это очень мерзко. Ты набираешь аудиторию ради того, чтобы получить с неё как можно больше денежек. И только это моя основная претензия к тебе. Даже ты сделал ролик ради того, чтобы его посмотрели. Да, и я это никогда не отрицал, и я говорю это сейчас. Я хочу, чтобы это увидело как можно большее количество людей. Чтобы они увидели правду и поняли, кто ты такой. Да, мой ролик ради просмотров. Но знаешь, в чём наше отличие? На моём ролике даже не было монетизации. И на ролике про майора тоже нет монетизации. А вот на твоём вот этом полуторачасовом высере она есть. И более того, ты даже закупил рекламу, чтобы твой ролик увидел как можно большее количество людей. Ваня, ты жалкий. Я на всех своих стримах говорил, что брать рекламу на разоблачение, брать рекламу на подобного вида ролики, это маразм. Люди, которые это увидят, должны сами понимать, хотят они это поддержать или не хотят. А ты, жалкий кусок дерьма, закупил рекламу на свою ответку. И вот этим вот мы с тобой как раз таки и отличаемся. На моих роликах монетизации нет, я здесь не ради денег. А на твоих высерок, даже вот на таких полуторачасовых роликах, где ты кроешь меня хуями и обвиняешь меня во лже, грубо говоря, ты меня разоблачаешь точно так же. Даже здесь у тебя мотивация заработать как можно больше. Грёбаный ты жалкий хуила. Так назвать тебя, когда ради хайпа ты называешь свои ролики, я прокачал коллегу. Да, но сейчас ты будешь обоссом. Я делал то, что считал нужным. То, что считал нужным. Хорошо, давай послушаем, что ты считал нужным. И прокачал парня, он был максимально доволен, максимально ему было приятно. Да, я не перекинул деньги, но, блин, чел, это моё дело, как я хочу делать. Я не сказал тебе, я не обвинил тебя в том, что ты плохой человек, не перекинув деньги этому мальчику. Я сказал, что я поверил бы в твою искренность, если бы ты так в конце ролика сделал. Я не утверждал, что это нужно было сделать. Я поддержал пацанёнка игрой. Ему как полу было это всё хребать. Ты его не поддержал, ты лишь его унизил. И сейчас я это тебе докажу. Он у меня ещё тогда работал, он получал ещё деньги, что-то, прикиньте, больной мальчик из Тагистана. Ты даже сейчас называешь его больным. Жалкий ты хуесос. Этот мальчик лежал просто в больнице. И этот мальчик, он не хотел, чтобы его одноклассники, чтобы зрители обычные увидели, что он лежит в больнице. Потому что после того, как ты выпустил этот ролик, его начали булить и хейтить. Если ты мне не веришь, посмотри стрим Смайл. Гаджи Силим сам там рассказывает, как всё было. До выхода моего этого ролика Гаджи Силим мне также всё рассказал, как это было. И после твоей ответки Гаджи Силим мне точно так же написал и сказал, что ты конченый чёрт, который его игнорировал. Ты просто читал его сообщение и его игнорил. Потому что твой ролик хайпанул, и ты не хотел менять название. Потому что тогда, в этом случае, он бы не набрал просмотры. Ваня, ты жалкий ублюдок, который всё делает ради того, чтобы заработать. Ну, я увидел нарезочку такую небольшую, где, собственно, этот парень такой, не ожидал для большего, говорит, что я обманщик все дела. Сейчас вам покажу прикол. Ты обманщик и чёрт. Потому что в своём видеоролике ты сначала говоришь, ой, давайте его поддержим, давайте ему поможем. А потом, спустя какое-то время, называешь его дураком, начинаешь его оскорблять только за то, что он выиграл у тебя прокачку и крутит джекпоты. Ты называешь больного мальчика, с твоих слов, идиотом, дураком. Потому что он крутил джекпоты, блядь. А ты, конечно, салим... Ну, я чё-то в шоке-то скачал, блин, ты еду, парень, ну и чё ты делаешь? Чё за делаешь? Чё за прикол? Может, потому что ты его игнорировал хуй в эту тучу времени месяцами и не захотел переименовывать ролик, который у тебя хайпанул. Может быть, поэтому? Ты об этом не думал, Вань? И даже по этой переписке можно увидеть, что ты его игноришь хуй в эту тучу времени. Только спустя там несколько месяцев ты ему отвечаешь. Было кайфово, прикольно. Я его прокачал, всё нормально. Да, почему-то назвал, может, кому-то показать, что ты деда, там, ты прокачал больного мальчика. Ты это назвал, прокачал больного мальчика. Да, в тот момент, когда он попросил тебя так не называть, он охренел от того, что ты сделал. Потому что он пришёл на следующий день в школу и над ним начали все угорать, над ним начали все ржать. Ты грёбаный идиот. Именно поэтому он удалил свою страницу и создал новую, потому что его начали хейтить. Так, как я считаю нужным. Окей. Да, мы знаем, что ты поступил так, как ты считаешь нужным. Но ты поступил некрасиво. Ты поступил как конченый человек. Что ты там говорил в поддержку майора? Он же просто ребёнок. Какова вероятность, что он не выпрыгнет в окно? Так вот, Ваня, какова вероятность, что Гаджи Селим, когда он увидел этот ролик, когда начали над ним вся школа угорать и его подписчики. Какова вероятность, что он не пойдёт и выпрыгнет в окно? А? Блядь, идиот, блядь. Ты идиот, Ваня. Ты поступил как полнейший мудак. И даже спустя такое огромное количество времени ты до сих пор этот ролик не переименовал. Грёбаный, ты хайпажёр. Хочется, Селим, ты, конечно, классный парень, но... Зачем это говорить? Не понял. После этой ситуации он, Гаджи Селима в чёрный список поставил. Конченый. В конце концов, ты ведь смог пригласить своего друга на игру против Элджи. Друга, у которого на 200 тысяч подписчиков 20 онлайна на стримах. Но, тем не менее, он играет на таком мероприятии. А на миллионников ютуберов как-то похуй. Я думаю, с этим никто спорить не будет. Это чисто по факту. Это правда. Сидит и ждёт 30 тысяч онлайна для промо-кодика. О, во, 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 во. Я пригласил... То есть, я... Вы считаете, я тебе прихожу такой, типа, в офис Гарин. Так. Нужно пригласить его у Холливуда. Там, аннасти, Змея, Гюбро. Вот их выбираю обязательно. А, вот ты дурак. Ты в очередной раз показываешь какой-то дурак. Где я сказал, что ты попросил пригласить Кубро и Змея? Где я такое сказал? Разговор конкретно был за Голливуда. Потому что вы очень близкие друзья. И я дико сомневаюсь, что его бы позвали без твоего участия. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Вова, пользуясь случаем, мы уже с тобой поговорили лично. Я к тебе претензий никаких не имею. Ещё раз меня, пожалуйста, извини, что я тебя там как-то задел. Но это моё личное мнение. И я его буду дальше придерживаться. К тебе лично у меня никаких претензий нет. А ты, Вань, ты в очередной раз показал, что ты идиот. Ты опять своей аудитории пытаешься вкинуть, что я обвиняю тебя в том, что ты позвал Кубро и Змеи. Хотя про них вообще речи не было. И все мы с вами прекрасно знаем. На том самом стриме, где он смотрел моё разобучение, Змей, он сказал, что его позвали только после того, как какая-то там Яновская отказалась пойти на это мероприятие. Окей, понял тебя. Вопросов нет, но прикол в том, что я тебе вот просто что-то не задумался. Опять же, классная ивенция на бой. А, в распространении... И он опять в этом видеоролике пытается говорить, что всё классно, всё круто. Почему? Из сотни ютуберов. Только два ютубера согласилась. Ты думаешь... О, чувак! Я за прическу тебе не предъявлял в этом ролике, ты придурок, вать, ты просто придурок. Если этого его не пригласят, это жёсткий челлендж, да. Но почему другие? Почему никто не делал прическу? Потому что другие не такие, как ты. Вот и всё. А ты готов на всё. Ты готов просто на всё, чтобы тебя выделили. Ты готов абсолютно на всё. И даже сделать прическу, которая, возможно, тебе не нравится. Ты предъявляешь ему за штаны Ангела, но 200 тысяч подписчиков за дела. Не я предъявляю ему за штаны Ангела, а подписчики ему предъявляют за штаны Ангела. Вова сам сидел на том стриме и оправдывался перед подписчиками, за что ему дали штаны Ангела. Не я ему за это предъявлял, а подписчики. Я лишь показал этот момент, что в этом моменте он говорит про Смайла. Какого хрена ему должны... Он сравнивает Смайла с собой. И я ему говорю, а кто такой тогда ты? Если по сравнению со Смайлом, у тебя всё на канале гораздо хуже. То есть я ему не предъявляю. Я лишь ему отвечаю на его вопрос, за что Смайлу должны были. Я и показал, за что. Почему Смайл и Даль? Это что Смайл давает? За то, что он пиарил пап? Ваня, а теперь смотри, что я показываю всем. То есть это лабиринт, как мне кажется. Он... А это те же самые развалины. Вот реально те же самые. То есть, вы помните, там развалины есть. А лабиринт это практически то же самое. Никаких отличий я не заметил. Ну, нет. Естественно, это другая локация. Но сделано вот прям в точь-точь. Я такой, типа, ээээээ... Серьёзно? Ну, лабиринт. Назвали его зачем-то лабиринтом. Хотя могли сделать лабиринт, знаете? Вот как пупки на Викенте есть... Блин, я... Представи, что я играю в пупку. Ну, ладно. Гарена, надеюсь, меня не убьёт. Ладно. А за что тебе должны были дать, если ты точно так же на своих стримах пиаришь пап? А за что тебе должны дать, если у тебя в папке более тысячи часов наигранных? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Валь, ты придурок. Серьезно? Ладно, здорово. Из-за того, что он хочет аудиторию-то свою, там, типа, погодает, там, все дела. А что делал ты на своих стримах, Вань? Что ж ты не вставил в эти моменты? Они ведь есть в своём разоблачении. Валь, ты придурок. Говорю про того, которого ты постоянно пиаришь у себя в инстаграм и у себя на канале. И которому сам не проще лишний раз залететь на канальчик, чтобы поторговать своим ебальничком. Вот про него, про маленького и дерзкого вечного... Самый прикол, что он сейчас не будет на мою претензию снова отвечать. Он сейчас будет отвечать вообще на совершенно другое. Смотрите. Упающегося геймера Икс. Воу, 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 вау, обететь, это же так круто. Разоблачение на меня, по факту меня, но... Разоблачение на другого человека. Вань, а эта ответка тоже мне, но почему-то здесь будет кука, здесь будут другие люди, здесь ты будешь задевать всех ютуберов, задевать Азама. По факту ты отвечаешь мне, какого хуя ты трогаешь других, какого хуя ты приглашаешь сюда других. Ты не мог хотя бы с геймером Икс поговорить перед тем, как ты эту ответку записал? Я геймеру Икс лично все сам объяснил, почему, зачем, как. И я более того, я даже перед ним извинился, если я как-то его задел. И более того, я в этом же своем ролике говорю, что я геймеру Икс не имею никаких претензий. Сразу же отмечу, ребят, что в ней было никаких вопросов. Я ничего против геймера Икс не имею. Я не предъявлял здесь геймеру Икс вообще ничего. Я это ему сам лично сказал, он подтвердит, прям сейчас ему позвони, спроси, он подтвердит все мои слова. Ну ладно, это еще один пак, копилку. А одну, что претензия, чел, это было год либо полтора назад, я даже не знаю. Я в ролике сказал, мне геймеру Икс никаких претензий. Смотрел, который конфликт завершился буквально, по-моему, за... Про конфликт тоже там речи не было. Значит, вы видели, что-то типа такого. И все это просто завершил. Блядь, у меня сейчас истерика будет, я не могу это смотреть, ребят, блядь, я не могу это смотреть,ди водку, блядь, дайте мне выпить, блядь, я не могу это смотреть нормально. Я уже час на это, да какой час я уже дольше потратил, блядь. Ван, ты ебаный больной ублюдок, отвечаю, ты просто тупой больной ублюдок. Ты исчерпан, никакого обмана нет, но ты говоришь, что он обманул, но все, все, и при чем это... А если конфликт исчерпан, это не говорит о том, что его не было. Держу тебя в курсе, Ваня, если ты убил человека и прошел год, это не говорит о том, что человека не убивал. Держу тебя в курсе, все говорят, что мне какой-то фетиш на убийство, но это просто яркий пример. Я не знаю, что сказать, как можно... У меня в Питере от твоего дома там соседей, где-то недалеко же. А если у меня соседний дом, братик, и у тебя тут где-то рядом дом, я приглашаю тебя к себе в гости поговорить один на один. Приходи, поговорим, я все, что сейчас поговорю тебе, скажу тебе лично в лицо. У меня прям мечта увидеться с тобой в жизни. Ты можешь нормальные факты, гляд, донести? Пожалуйста, я тебя умоляю. Я-то донес тебе нормальные факты, но ты почему-то на них не отвечаешь. Ты отвечаешь совершенно на другое, на что не нужно отвечать, ты просто идиот, Вань. А ты настоящий прицел, который поступаешь не по-человечески. Который, типа, ты готов, чтобы малой-малой-малой, 13-летний-малой сего... Говорит мне человек, который лицом этого малого в своем же видеоролике не замазал, хотя так активно за это топил. Говорит об этом человек, который чуть не довел до того самого человека, назвав его больным, и заставив его хейтить всех его одноклассников. Ты на это готов. И тебя называют другом с таким друзьями. я никогда не говорю что мы с тобой друзья эти ни разу в жизни не видел но сейчас я мечтаю увидеть тебя в жизни что ты вот это вот все смог сказать мне в лицо я никогда не говорю да я вове рассказал показал что должно было быть в этом моменте я там хотел сказать что вова охуенный друг но потом я зашел к нему на стримы и увидел как он общается с аудиторией что он им отвечает как он отвечает на других ютуберов там что он говорит ну вы это все видели и мне это не понравилось меня это задело я решил об этом сказать в этом видеоролике так вова на самом деле очень хороший паренек в плане дружбы он постоянно там поздравляет ваню топит там за него и он но он реально хороший человек я в этом убедился вове об этом сказал но мне не понравилось как он вел себя на стримах и ты ваня сейчас не узнав об этом, начинаешь просто опять меня обвинять в том, чего я не делал. Ты серьёзно сейчас считаешь? Вы ролики на разыкучили меня удивить. Не я так считаю. Ты заметил, что это сказал сам Вова? Не я это сказал, а Вова. То есть, как я могу это считать? Ты спросил у Вовы, почему он так считает, блядь. Почему Вова так считает? Не я так считаю. А подписчики Вовы, подписчики Смайла, мои подписчики. Почему они так считают? Не я ему предъявляю за штаны. Мне вообще похуй на эти штаны. Мне похуй на ёбаные пиксели. Это пиксели в игре, блядь. Я очень глупо за них предъявлять с моей колокольнем я так считаю очень глупо за это предъявлять и я вове за это никогда в жизни блять не предъявлял только времени про богу холливуда который классный крутой игрок который топ-2 региона по битве отрядов которые участвуют каждом турнире который пробивается сам они как ты говоришь раскрыл рот и пробился финал где я это сказал покажи мне где я это сказал где я это сказал что открыл рот и пробился в финал знаешь чем там это прикол всем youtube предложили рекламировать пап просто всем ютуберам гарены предложили рекламить папка знаешь почему потому что разработчики free fire и папка держу тебя в курсе имеют доли в этих играх то есть разработчики папка имеют доли free fire и разработчики free fire имеют доли в папку они блять сотрудничают вместе именно поэтому многие скины в этих играх похоже да блять в папке даже кускар купидон блять есть гребаный ты идиот вам всем в чате предложили прорекламировать папку потому что они сотрудничают эта война между папком и free fire она выдуманная подписчиками гребаный ты придурок открой блять википедию если читать умеешь там все это написано если я не ошибаюсь у папка более 40 процентов акций блять гарены на руках идиот и он не продал ему предложили прорекламировать он не отказался ты же не отказываешься один x-men блять рекламировать по твоим же словам по твоей же логике ты точно также продал своих подписчиков дебил и ты играешь до сих пор в папку держу тебя в курсе и на стримах у тебя это проскакивает и придурок у тебя более тысячи часов в папке до игры не знаешь тебе тоже предлагали папка играть это в чате было всем предлагали рекламировать идиот 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 ты сам то же самое говорю я хуею блять я просто унесу вас и дубок этот ролик досмотрю клянусь покажи мне пожалуйста где я это сказал раскрыл рот я такого в адрес вовы не говорил там этого просто нет ты снова открыто пиздишь своей аудитории вань ты слитая дешевка а еще создавая фейковые коды которые сейчас будет опять слив да ты пиарил мошенника ты пиарил мошенника и это факт перейдем мы сейчас к перепискам и всяким прикольчиком это так угарно будет андрей пф вообще погнали а вот этот александр саша это один из тех людей которые разоблачения увидел за пару дней до его выхода именно саша помог мне с пруфами ваня открою тебе секрет на андрея пф я в курсе что именно саша слил андрея пф и сказал кого ты пиаришь мы с сашей знакомы он посмотрел этот ролик один из самых первых еще задолго до его выхода именно об этом я и сказал в ролике что тебе абсолютно похуй кого ты пиаришь у тебя нет даже времени посмотреть кого ты пиаришь и ты в этой переписке сейчас это подтвердил у тебя просто нет времени ребят я надеюсь вы никогда к этому идиоту не обратитесь продюсировать канал потому что если их будет продюсировать придурок это гарантированно смерть вашему каналу потому что он продажный идиот который абсолютно не шарит как нужно входить в доверие к своей собственной аудитории он небольшой ваня у него там всего 50 тысяч подписчиков и знаешь чё вань он хотел участвовать в таких гиевах и только после того как ты отказался его пиарить не поедине вообще непонятно по какой причине он написал твоей сестре какого хрена вы отказываетесь пиарить меня а пиарите этого мошенника грёбаный мудак ты даже его пропиарить не можешь он тебе слил мошенника который целый год пиарил до этого тысячу раз окей и собственно это было моя претензия ты его рекламировал чувак все не надо говорить после этого ты мог просто извиниться перед своей аудитории я об этом ролике сказал но ты ролик смотрел одним глазом слушал одним ухом видимо да да более того дурак ты если бы ты снимал ответку с пруфами а то ни одного пруфа ты бы знал что с оушеном поговорил еще одну за дня три до выхода этого высера и он мне сказал что да я ему давал промокоды но знаешь его самый прикол промокоды были на одну активацию а андрей фэф в своих роликах говорю что активации 10 то есть он наебывал свою аудиторию именно об этом я сказал видео я у него спрашивал ваня я у него спрашивал как раз таки и ты мог тоже спросить у оушена а женя тебе писал и он бы тебе сказал да мы с ним общались более того мы даже общались без с ним в прямом эфире у него на стриме прикинь и он даже там подтвердил что андрей фэф мошенник блять я в курсе что смайл его один раз рекламировал и более того если бы ты опять же собирал пруфы на свое видео ты бы знал что смайл перед своей аудиторией не раз за это извинился что извините что я перел этого пидораса извините пожалуйста если он вас наебал смайл в отличие от тебя умеет извиняться а ты грёбаный мудак просто удаляешь ролик из канала и все упоминания про андрея фэф и грёбаный ты лицемерный мудила которым абсолютно насрать на свою аудиторию потому что свар за это извинился поэтому я об этом не сказал ты идиот блять или чё если бы ты извинился за это публично принес свои извинения я бы об этом даже не сказал про тебя потому что ты принял ошибку все извините пожалуйста но ты же я тебе в ролике сказал я тебе объяснил ты не извинился те плохую кого рекламировать и плохую то ради бабок готов рекламировать мошенников он сейчас пытается оперировать перед своей аудитории тем что смайл сам подтвердил смайл сам сказал да я пиарил мошенника претензия к тебе в том что ты на протяжении года делал аудиторию мошеннику смотри мои ролики внимательно ты пиарил мошенника и когда это все вскрылось да я сказал возможно ты не видел ты занятой но когда это все вскрылось ты мог бы хотя бы блять извиниться перед своей аудитории которую этот мошенник наебал самый прикол смотрите в своем ролике даже я поставил 1 апреля я в курсе что это был 1 апрельский розыгрыш у меня опять претензия была совсем в другом вань но твой тупой мозг как ты говоришь не мог до этого додуматься я в курсе что это 1 апрельский ров я в курсе я сам это в своем ролике показывают айки просмотры подписки но которые по достижению поставленных целей не давал и кстати да видел только что плашка была я даже в этой плашки написал что ты просто решил пошутить на 1 апреле я об этом знаю и в моем ролике это сказано и показано блять реально час истерика будет сука когда там уже конец тебе заблокали видос если ты внимательно посмотришь за другое ваня ты сейчас пиздишь не за музыку а за жалобы тебе смотри даже в твоем ролике показано за что заблокировали видос смотри причина за что тебе заблокали за то что ты вводишь в заблуждение свою аудиторию за мошенничество я в курсе что там был промокод на золото мне тоже эти скриншоты скидывали но я не понимаю зачем об этом нужно было говорить зачем это нужно было вставлять ты сказал промокод на куб водите они вводят а там золото ебать ты ну реально ну ебать чё за хуйня блять не обещают промокод а дают золото валь ты пиздобол даже если это 1 апрельский розыгрыш окей но ты обещаешь людям промокод а даешь им золото охуенный розыгрыш ваню тебя блять с юмором просто заебись смотрите как неискренне он сейчас извиняется он не был нормальным пацаном вань эушен геймс это тебе подтвердит ты говоришь поговорить с ним поговори сам сначала с оушен геймсом перед тем как записывать такие ответки андрей фэф на ебал свою аудиторию он брал промокод лошина который был на одну активацию о своих роликах он говорил 10 активации 100 активации 1000 активации так далее то есть он на ебал свою аудиторию зная прекрасно блять я даже не знаю как это объяснить ванну ты ты тупой блять ты просто не догоняешь до очевидных вещей он уже сказал тысячу раз на своих стримах бред не раз внимательно просто изучай материал перед тем как его готовишь ты снял полутора часовой высер не по фактам у тебя есть там какие-то жалкие факты но к этим фактам нет ни одного прикрепленного пруфа вань в этом ролике уже разъебал сам себя эта группа до сих пор есть он и не удалил она до сих пор из описания этого видео вы можете любовь и ваня сам на нее был подписан я с вами будет говорить что эта группа не его нет 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 ваня ты придурок ты был подписан на эту группу более того ты был админом этой группы но сейчас в данный момент времени этом почему-то нету группу то есть ты сейчас будешь отмазываться и отрицать если уж эта группа действительно не твоя покажи нам пруфы что она не твоя почему мы должны верить только твоим словам есть мое слово есть слова феникса который показывает все это в своем видео наше слово против твоего слова но у нас есть пруфы у тебя только слова у тебя нет пруфов к этим словам покажи нам переписки где ты пишешь админ у этой группы типа с какого хуя ты наебываешь почему почему ты не удаляешь эту группу со своего видео если блять это не твоя по факту группа почему ты не удаляешь со своего видео этот паблик аж правильно потому что этот паблик твой знаешь чем самый то прикол ты сейчас оправдываешься и говоришь что я обманул что это паблик сейчас не твой почему ты его во первых не удалил а во вторых этот же самый паблик был год назад ну или там полтора когда был снят ролик феникс с тех пор ничего не изменилось то есть ты сейчас отмазываешься что просто переименала паблик но по факту ваня еще тогда когда твой паблик назывался так как он назывался эта группа существовала эта группа твоя покажи мне факты что она не твоя покажи мне пруфы что она не твоя и лай покажи мне кубик смотри в чем прикол ты обвинил азама где-то там полчаса назад и сейчас же вставляешь азама в качестве пруфов чувак тебе не кажется что это как-то двойные стандарты о которых я говорю в своем ролике купишь эти кукани когда в жизни за деньги не возьмет кукчанский а вот тут же опять ты вставляешь куку окей зачем ты вставляешь сюда куку это опять же манипуляция аудиторий ты мне предъявлял ты снимаешь ролик про меня какого хера другие ютуберы ты снимаешь ответку мне ваня какого хера другие ютуберы я знаю какого хера другие ютуберы чтобы аудитория этого ютубера была на твоей стороне ваня ты такой 把ный тупой манипулятор и сегодня расскажу подобную ситуацию но собственно сейчас плохо будет говорить нам про эту ситуацию якобы там переименовали страничку бла-бла-ба кука братик держу тебя также в курсе. Я в курсе за всю эту движуху, я в курсе за эту тему. Именно по этой же причине сейчас старая ссылка Вани поранен, а принадлежит его фейку, Ивану Трофимову. Фейку, который наебывает аудиторию на денежки. Но так как Ване похуй, он даже и не хочет блокировать всех этих фейков, он по барабану. Я знаю Кука про всю эту ситуацию. И держу тебя также в курсе. Группа существует с того самого момента, как был выпущен ролик. Группа до сих пор не удалена под тем видеороликом. Ваня удалил ссылки на XBET, но Ваня не удалил в мошеннические группы. Хуй знает почему. Поэтому все слова сейчас Куки, это просто фейковая поддержка его друга. Что со мной? Точно такая же ситуация. Ты даже своим, опять же, маленьким монгол не понял это. Русский язык покинул чат. Это же недавно было. В принципе, должен же знать. И логически сопоставить то же самое. Это абсолютно то же самое. Давайте попытаемся прикинуться рекламодателями, которые намереваются купить рекламку на канале жабка от ченов. Ты сейчас так обосрешься, что мне просто тебя реально вот искренне жалко после вот этого момента. Ну ты серьезно, ты настолько глупый человек, что... Ну блять, ну это пиздец. А то, чтобы воровать подписчиков Вань. Просто узнаем, согласится он на нее или нет. Согласился. На постоянной основе. Согласился. Конечно, он согласится. Он же рекламирует 1XB. Я представился владельцем... Смотрите внимательно, ребят. Я здесь пишу, что у меня есть типа сайт. И смотрите внимательно, что написано в этом письме. Аналог сайта ForceDrop. Аналог. То есть я ему не предлагаю рекламировать ForceDrop. Я предлагаю рекламировать другой сайт, который построен на той же самой системе, как ForceDrop. У него такой же алгоритм. И я в этом же письме объясняю, что алгоритм работы сайта, как и абсолютно всех аналогов, состоит в том, что он дает вещи дороже вложений человека, который деньги туда закинет, один из пяти. То есть один человек из пяти будет в плюсе. А другие четыре будут в минусе. То есть они проебут свои деньги. И с этих денег Ваня будет иметь 10%. То есть это наебка. Это обман. И ForceDrop, который он сейчас будет хвалить, построен точно таким же образом. Говорю, как активный пользователь ForceDrop. Я сюда сейчас обязательно вставлю момент со стрима, где я кручу как раз-таки этот ForceDrop. Более того, у меня даже по ForceDrop на моем канале есть ролики. Но сейчас они, конечно, скрыты из-за ебучего страйка. Вот это сейчас так зомбанет, мне кажется, у тысячи, нет, десятки тысяч стримеров. Ребят, сайт будет за ForceDrop, мне кажется. Вань, ты настолько умело пытаешься увильнуть от ответа, что сейчас пиздишь аудитории за ForceDrop. Я не предлагал рекламировать ForceDrop. Я в письме, которым ты сейчас типа пруфуешь, написал аналог. Я в письме рассказал про алгоритмы. Я в письме написал про 10%. Я тебе в письме сказал, что это мошенничество, что сайт наебка. Блядь, Вань, какой же ты тупой. Да, 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 да. ForceDrop это наебка. Все люди, которые рекламируют ForceDrop, у них у всех накручен счетчик. Знаешь, откуда это знаю? Потому что я сам на втором канале Двиги рекламировал ForceDrop. И нам крутили там счетчик. Нам специально делали, чтобы мы вложили там тысячу рублей. У нас там были фейковые деньги, мы там не можем вывести вещи. Нам кидали бабки, Вань. Мы на тысячу рублей могли выбить нож за 15. Это так и работает. Все стримеры, которые рекламируют ForceDrop, им подкручивают статистику. И я очень сомневаюсь, что ты об этом не знаешь. И знаешь, что самое-то смешное? Я на своем стриме показывал людям, как это работает. Я закинул бабки и крутанул. И остался в минусе. Я в минусе на этом сайте. Почему я это делаю? Ну, не знаю. Я азартный человек, мне нравится. Ну, реально, мне нравится это. И я тут вот выбивал АК за 3 тысячи. Лучший мой дроп за 4 года. Вот это 3 тысячи. Но знаете, сколько я денег потратил, чтобы выбить вот эту хуйню за 3 тысячи? Тысяч 7. Ну, и ты не после этого скажешь, что это сайт тот... Все эти сайты, это наебки. Ты мне говоришь, задонать... Чувак, смотри, у меня ранг. 2 700, это примерно 1000... Это просто слив. Ну, 1300 я задонатил туда, братан. Держу тебя просто слив, дядь. И вот я ему предложил рекламировать аналог этого сайта. Да я прямо сейчас. Смотри, 136 рублей на счету есть. Охуеть. Давай-ка зайдем. Давай посмотрим, что мы на них можем забрать. Ага, вот есть кейс за 99 рублей. Давай заберем. Смотри, 99 рублей тратим. Ага, что же нам выпадет, Джабеныч? Давай посмотрим. Смотри, Джабен. Заебись, да? Заебись, сайт. А что это у нас тут за 130 рублей? Ага, пушечка за 18. Заебись. Заебись, Джабеныч. Охуеть. Это все, Ваня, наебка. Или ты реально своим тупым мозгом, как ты говоришь, реально веришь в то, что владельцы этих сайтов просто берут и вот так вот всем желающим сотни тысяч рублей раздают? Ну ты что, идиот? Вань, ну ты реально, ты идиот. Поставь себя на место человека, который владеет этим сайтом. Ты реально веришь в то, что он просто остается в минусе? Блядь, они подкручивают эти сайты. Там алгоритм устроен так, чтобы оставаться всегда в плюсе разработчику сайта. Это как казино. Казино существует не для того, чтобы деньги дарить, а для того, чтобы деньги забирать. Это ровно то же самое. И именно поэтому подобные сайты рекламировать это за шквар, Ваня. Одни из самых крутых, крутых рулеток. Это не самый крутой, это самый популярный. Крутой и популярный это разные вещи. Второй тричер или третий рекламит, либо драгон. Он их рекламит, им там подкручивают статистику, придурок, Вань. Ни один адекватный человек не будет рекламировать без накрутки от разработчика, Вань. Тебе, блядь, алмазы в Free Fire дают бесплатно. То же самое на Force Drop. Они туда свои деньги даже не закидывают, Вань. Им дают фейковые кабинеты, блядь. Чтобы они это крутили, показывали, что там можно выиграть. Аудитория шла кидала туда бабки. Но, блядь, знаешь, в чем отличие? Блогер выигрывает то, чего не существует. А люди проигрывают свои бабки. Но я тебе предложил рекламировать совсем не Force Drop, а другой сайт, где я даже прямым текстом тебе написал, что это обман. Один из пяти будет выигрывать. Четыре из пяти будут проигрывать. И ты с этих проигрышей будешь иметь 10%. Вань, от этого ты уже не отмажешься. Ты согласился пиарить мошенников. Идиот. И все, что тебе нужно было сделать в этом ролике, это просто за это извиниться. Но ты начал оправдываться. Это топовая тема. Ребят, это топовая тема. Я показал. Если его рекламируют все, это не значит, что сайт нормальный. Один из мы тоже все рекламируют. Но букмекерская контора единственная в нашей стране является нелегальной. Это офигенный сайт. Я бы, честно, с ними работал бы. Мы знаем. Мы знаем. Ты готов работать с мошенниками. Мы это знаем, Вань. Ребята, можно выбить и заработать денежек. На драган, на мани то же самое. Ладно, вторая предъява. Ребят, не верьте ему. Никогда, повторяю, никогда в жизни, ребят, не закидывайте деньги в кейсы. Не слушайте этого долбоеба. Не закидывайте никогда ни в букмекерские конторы, ни в сайты с кейсами, ни в онлайн казино. Никогда в жизни. Не верьте ютуберам, которые это рекламируют. Это обман. Это наебка. Не верьте этому долбоебу. Он просто не знает, о чем говорит. Я, человек, который этим всем увлекается, который туда деньги закидывал, которого очень близкие друзья владеют даже подобными сайтами, не верьте ему. Никогда в жизни не кидайте свои деньги на эти сайты. Он долбоеб, который не ценит вас и ваши кошельки. А я делаю все возможное, чтобы ваши деньги остались только у вас. Я в ролике об этом и сказал! И сказал, почему, Вань? Почему ты эти моменты сюда не вставляешь? Я это в видео сам лично сказал и сказал, почему. Потому что нет актива. Я это сказал и показал. Да, я знаю, я в курсе. Ну, как вы видите, сейчас я намного меньше это делаю. Намного меньше это делаю. Ну, делаю, блядь. Ты идиот. Это, блядь, вот опять же про убийство. Вот, Вань, ну вот реально, ну ты придурок. Вот смотри, человек убивает людей. Убил 10 человек. Спустя год он такой, ну все, я не убиваю больше людей. Но это же не значит, что он, блядь, их не убивал до этого. Окей, хорошо, он убил 10. Через год он убил одного. До этого он за год убил 10, а через год он убил одного всего. Говорит, ну, блядь, ну да, убиваю. Но сейчас-то меньше. Вань, ну ты придурок, блядь, что ли. Ну ты реально, ну ты придурок. Я тебя по-другому назвать просто не могу. Ну ты реально идиот. Ну проблема, ты говоришь, что этот сайт навел. Врать, пожалуйста. Я в своем же ролике даже показал, что у меня есть кабинеты, что я сотрудничал, что я знаю. Я знаю, как это все работает. И знаешь, в чем сам это прикол? Я тебе предъявляю за другое. А ты сейчас будешь говорить там про какие-то ставки. При первом депозите до 6500 рублей. Да, я об этом сказал. До 6500 рублей. И именно до. Приставочка до здесь ключевая. То есть люди 6500 не получат. Они получат сумму до. И я в своем ролике сказал, что это сумма до чаще всего какие-то жалкие 500 рублей, которые они не смогут вывести. А знаешь, почему они не могут их вывести? Потому что условия бонусной программы подкручены специально так, чтобы ставки были проигрышные. Я не говорю, что там ставки какие-то фейковые. Нет, я об этом не сказал. Я сказал, что условия бонусной программы там сделаны специально так, чтобы люди проиграли эти деньги. Знаешь почему? Потому что, например, на бонусы можно поставить только экспрессы. Экспресс это когда ты выбираешь 3 события. И чтобы он зашел, нужно, чтобы эти все 3 события выиграли. Но фишка в том, что ты не можешь поставить, например, на победу Конора или Хабиба, о котором ты сейчас будешь говорить. Ты можешь поставить только на тотал или на какой-нибудь там, я не знаю... Блять, ну просто на какие-то там тотал больше, там в каком раунде победит. Вот на такие ставки, где вероятность выигрыша будет меньше. Где невозможно практически предугадать исход. Блять, бонус там вот так вот и заточен. Это вот так вот и работает. Именно об этом я в ролике сказал. А ты сейчас не будешь говорить, что блять... Блять, Вань, ты просто тупой. По факту? По факту. Не по факту. Никто там 6500 не получит. Закинь при мне. Вот прямо при мне. Вот закинь. Возьми нулевый кабинет. Просто зарегайся по своей ссылке. Возьми нулевый кабинет. Закинь туда 1000 рублей. И покажи нам, пожалуйста, сколько ты с этого получишь. Я тебе гарантирую 99% что ты получишь до 500 рублей. Никаких там 6000 рублей ты не получишь, Ваня. И даже если их получишь, окей, ты можешь их получить у тебя там в связи с менеджерами. Я-то у них сейчас в черном списке, потому что я их хейч. Попробуй вот эти 6000 рублей, которые ты получишь, поставить на исход боя Хабиб против Конора. Ты не сможешь поставить, потому что тебе там напишут. Условия бонусной программы не соблюдены. А по условиям бонусной программы ты можешь поставить либо на волейбол, либо на баскетбол, либо на еще что-нибудь. И знаешь, что самое это смешное? Ты не сможешь поставить на победу. Ты должен поставить либо на тотал больше. Это значит, что ты должен предугадать, какое количество голов будет в событии. Либо на тотал меньше. Что количество голов будет меньше вот этого числа. Либо ты можешь поставить на разницу коэффициентов. Например, что разница голов будет вот такая вот между командами. То есть там специально в условиях бонусов выбирают ставки, которых исход меньше, у которых коэффициент завышен. А если коэффициент завышен, значит вероятность победы этой ставки, она меньше. Вань, именно об этом я сказал в ролике. Не про то, что ставки там фейковые, а про то, что бонусы там заточены специально по то, чтобы люди проебывали. Все это ты можешь получить по моему промокоду, это все работает. И самый прикол, ты знаешь в чем? Что ты сейчас подтвердил свой промокод. Да, сразу же, ребят, отмечу, я работал с ними 3 года назад, когда сотрудничал со своим другом, который имеет огромнейшую каперскую движуху. Потом у меня там были свои движухи, у меня был курс по заработку. Вова Голливуд мне не доставать, я ему про это рассказывал. Я показывал, как можно поднять на ставках. То есть я людей выводил в плюс. Если вы зайдете сейчас в мой партнерский кабинет, моего бета, который я демонстрировал на том ролике, у меня там минус 4 миллиона рублей. Потому что я людям давал выигрышные ставки, я их обучал ставить. У меня не было цели поиметь цех. И самый-то прикол, когда мне дали партнерку, мне ее дали только потому, что БК думали, что я делаю проигрышные ставки специально, чтобы заработать. И мне дали партнерку. Но самый прикол в том, что они об этом не знали. А когда они об этом узнали, я оказался в черном списке. В черном списке меня поставили, потому что я бабки у конторы забирал. В отличие от этого мудозвона. И вам дают там промокод, который обещает бонусы. Но этот промокод дают только тем, кто имеет с проигрышей. Ваня сейчас это подтвердил. И даже в этом ролике он призывает идти получать бабки по его промокоду. Ебаный ты мудак. Проверял лично. Проверял лично. Это только слова. Покажи скриншоты. Покажи пруфы. Покажи пруфы со своего личного кабинета в 1xbet. Зайди в кабинет. Зайди в меню информация по ставкам. Покажи нам, где ты ставил ставки, где ты выигрывал эти ставки. Покажи информацию о бонусах. Там все это напишется. Покажи, пожалуйста, историю вывода средств. Покажи, пожалуйста, где ты выводишь средства. Но, Ванечка, сразу же тебе говорю. Не нужно нам показывать, пожалуйста, тот кабинет, через который ты выводишь деньги с проигрышей. Вот этот кабинет нам показывать не надо. Я в курсе, что он у тебя есть. Покажи мне, где я это сказал, Вань. Я уже сказал, что я имел в виду. Я имел в виду бонусы, которые специально заточены под то, чтобы забирать у людей деньги. Вообще, Вань, я сейчас это не буду объяснять. Окей, мы поняли уже, что ты пиздобол. Просто загугли, пожалуйста. Есть такой ютубер Движнов. Зайди, пожалуйста, к нему на канал. У него есть 1xbet. Там более 3 миллионов просмотров, если я сейчас не ошибаюсь. Посмотри, пожалуйста, этот видеоролик, и ты узнаешь, как работает 1x. Все, что там сказано, это чистая правда. И после того, как ты его посмотришь, пожалуйста, удали вот этот момент из своего видеоролика. Не позорься, потому что ты слитый идиот. Уважаемые жабко-ебы, вы действительно верите в то, что человек... От слов не отказываюсь. Допустим, я такой прихожу важный. Я такого не говорил, Вань. И более того, я в этом же видеоролике показал, где ты сидишь, просто нихуя не делаешь, руки вот здесь, и магическим образом тебе приходит донат в аккаунт. И таких моментов я тебе открою тайну, у тебя дохуя. И знаешь, что самое-то еще смешное? Я в этом же видеоролике сказал, что я не говорю про то, что Ваня абсолютно всегда не донатит. И да, опережая ваши комментарии, я не говорю, что жабка абсолютно всегда не донатит подписчикам самостоятельно. Я лишь показываю, что не такой он честный по отношению к вам. Там это сказано. И ты мне сейчас будешь предъявлять за это. Закидывай. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. То есть ты серьезно думаешь, что я прихожу к Артему и говорю, типа, на, закинь алмазы на аккаунт? Я так не думаю. Я об этом в ролике сказал. Я так не думаю. Нет, не дают. За что давать? Я что продвигаю? Пиздеж. Скажи, игру этим? Продвигаешь игру этим как раз таки. Я даже в этом своем ролике показал, как именно ты ее продвигаешь. Когда крутишь джекпоты, ты продвигаешь, ты рекламируешь эту игру. И это очень глупо, Ваня, отрицать. Я даже переписки все прикрепил. Нет, я что, продвигаю какое-то событие этим? Нет. Ты идиот? Да, ты продвигаешь события. Каждый видеоролик у тебя с джекпотом и с рулеткой продвигает события. Ты сам в своем видеоролике призываешь людей идти донатить. Я просто прокачиваю подписчика. Нет, ты пропагандируешь донат, ты пропагандируешь стратегию. У тебя ролики называются «Нашел стратегию, идите, крутите». Я бы тогда делал, хлебал бы каждый день. Да ты так и делаешь, по два ролика в день. Доначо, за свой счет, братик. Пожалуйста, покажи мне пруф, где я доначо, мне за свой счет. Я показал. Почему ты его не опроверг в этом видео? Я показал. Почему ты его не опровергаешь? Мы сейчас должны верить, что ли, твоим словам? Да, ты сейчас там ставишь три скриншотика из своего киви. Ну, братик, держу тебя в курсе. Я тебе таких скриншотов могу, блядь, 500 штук сделать. Но это же не значит, что, блядь, я донатил подписчиков. Я, может, их на свой аккаунт доначу. Чувак, где пруфы, блядь? Почему я должен в это сейчас поверить? Где пруфы нормальные? Наверное, я тут ставку ставлю, когда я там, типа, блин, ну это сложно будет. Самый прикол, знаете в чем, ребят? Посмотрите внимательно, какие вставочки он сейчас вставил. 8 августа 2020, 4 ноября 2020. Вань, сейчас у нас апрель 2021 года. То есть ты тем самым, по факту, по факту, Вань, подтверждаешь то, что конкретно в том моменте, который я показал в своем ролике, ты донатил не сам. Типа, приходят алмазы, не сразу. Да. Я тебе открою секрет. Шоп-карена, как работает? Ты можешь задонатить, тебе могут прийти алмазы сразу же. Может уйти через минуту. Может уйти через полчаса. Пиздеж. Вань, знаешь, почему это пиздеж? На моем канале, правда сейчас они скрыты, потому что выкинули трайк. На моем канале есть минимум 150 стримов, где на каждом стриме я доначу своим подписчикам, ну раз 10 за стрим и ни разу в жизни. Вот просто ни разу. Да более того, блядь, за 3 года ни разу в жизни. Я всегда доначу через Гарену шоп, ну иногда через телефон, да. А ни разу в жизни не было того, чтобы донат приходил так долго. Ни на одном стриме, ни на одном видеоролике. Никогда не было подобного. Вот я тебе клянусь, никогда в жизни. Поэтому вот в этот пиздеж я сейчас не верю. И да, вот за этот пиздеж тебе Гарена должна чаполаха въебать. А может вообще не прийти? Вот за это особенно. Вот за это особенно. Потому что он сейчас открыто заявил, что если донатить через Гарену шоп, албазы могут не прийти. Ваня, ты долбоёб. Она реально может не прийти, серьёзно. И в таких случаях. Самый знаменитый ютубер по фрифайеру сейчас говорит, что если, ребята, вы будете донатить через Гарену шоп, албазы вам не придут. Вань, по-хорошему, после этой ответки тебя должна Гарена нахуй посылать. Айну, ты можешь на на фрик-весайне забывать. Я надеюсь, ты это смотришь. Пожалуйста. Въеби его въебреты, пошлите его нахуй. Вон иди вот. Пожалуйста, нормальный фрук. Можешь ждать? Где если ты? Покажи? Я дал. Я показал. Я показал же, блядь. И таких моментов на твоём канале дохрена. Чувак, почему ты не можешь на этот момент ответить? Вот скажи мне. Вот этот ролик был записан такого-то, такого-то. Вот в эту дату конкретно. Вот я задонатил. Вот, блядь. Ну, чувак, ну, камон, блядь. Почему мы должны верить твоим словам? Где пруфы? Сегодня это заслуги других людей. Практически все его видео в Тикборе. Да, по факту, по факту. И самый-то прикол, Вань, посмотри, пожалуйста, внизу. Я не говорю, что это плохо. Что, если у меня команда? Нет. Я даже в своём ролике это сказал. Это неплохо, Вань. Там написано было. Ты даже это сам видео ставил. Ты отвечаешь на то, на то, на что я сам уже ответил. Это плохо. По-моему, это хорошо. Но, кстати, тут сидит определённый парень. У меня его сейчас включу, он со мной смотрит. Видос этот. Это в школе, которому я плачу типа Алматы. Ай-яй-яй, всем здорова. Ребят, держу вас в курсе. Это человек, который сейчас на связи. Во-первых, чувак, если ты меня слышишь, если в следующий раз ты будешь монтировать мои видосики и менять фрагменты местами, знай. При нашей с тобой встрече я с тобой очень серьёзно об этом поговорю. И, пожалуйста, загугли, как звуковую дорожку вытягивать в видеоредакторе. Конечно, надо подправить шапочку, чтобы все видели, что она, ребят, национальная, чтобы его все за это похвалили. Конечно, надо её подправить. А то увидел, что торчит, не увидят же, что она национальная. Давайте подправим. Алмазов, знаете, алмазов, ребят, очень много. Я алмазами плачу аренду квартир. Опять же, где пруфы? Покажи, что ты конкретно этому человеку. Пусть он покажет от тебя ему переводы. Если ты ему платишь деньгами, он может открыть Сбербанк, показать историю переводов и показать, где Трофимов поранен. Иван Леонидович отправил ему вот такую вот сумму денег. Пусть он покажет эти переводы. Почему ваши, сука, слова не подкреплены пруфами? Почему ваши подписчики, нет, почему мои подписчики должны верить вашим словам? У вас нет ни одного пруфа. Я за алмазы переехал в Питер. Итак, за алмазы. Покажите, опять же, где участие Вани в переезде этого ноунейма в Питер. Покажи, где ты принял в этом участие. Блядь, покажите пруфы. В моем разоблачении каждое мое слово подкреплено пруфами, которые вы, суки, в этот ролик не удосужились почему-то вставить. И не удосужились на большинство из них почему-то ответить. Но здесь, где они? Где они, Вань? А, подожди, ты же Шоник? Да, 20 лет. Сейчас бы еще к школьнику. Блядь, чувак. Я сказал, школьники, не имея в виду, что они реально школьники, это просто было, как, знаешь, как утрированный пример, блядь. Я мог сказать люди, но я решил сказать школьники. Но это просто как, блядь, блядь, как метафора, ёбтвой рот. Это, это вот знаешь, вот ты сейчас выйдешь на улицу, и солнце хуёво светит, потому что ты в очках. Я тебе скажу, ебать, солнце хуёво светит. И ты начнешь солнце, ебать, нахуй, ты чё хуёво светишь? Блядь, хотя тебе просто нужно было снять очки, посмотреть и убедиться, что солнце светит нормально. Ты идиот, Вань. Вот этим вот, Вань, ты сейчас только показываешь, насколько ты жалкий человек. Ты просто сейчас пытаешься за счёт вот этих вот эмоций, я просто изучал психологию, ребят, во-первых, я учился на юриста, и я там очень тщательно изучал психологию и манипуляцию над людьми. Я до сих пор её изучаю, у меня вот тут вот на полке, вы можете увидеть огромное количество книг по психологии. Вот этими вот действиями он лишь пытается скрыть свою ничтожность, подкупить аудиторию. Вот эта шапочка, поздравления с Рамаданом, вот эти вот шуточки его абсолютно не смешные, у тебя проблемы с юмором, чувак. Он лишь пытается манипулировать своей аудиторией. И любой человек, который хотя бы более-менее знаком с психологией влияния, он вам это сейчас подтвердит. Даже вы можете посмотреть, насколько его смех наигран. Как я уже и сказал, в своём разоблачении майора, я упомянул о сотрудничестве с компанией Huawei. Кто рекламной компанией не участвовал, и жаб, более того, именно его ролики. Ты в очередной раз не понимаешь претензии. Я вижу, я слышу. Вань, смотри мой ролик в следующий раз внимательно. Я надеюсь, вот эту вот ответку ты смотришь и слушаешь внимательно. В своём видео я тебе сказал, в чём заключается моя претензия. Более того, я даже сказал, что я сам рекламировал эту акцию. Я сам с этого поимел деньги. Почти 50 тысяч рублей. Я это никогда не скрывал. И ты мне сейчас будешь говорить, вот тебе предложили телефон, и за это дают два. Ты что, откажешься? Так нет, Вань. Я же сам в ролике сказал, что я эту акцию рекламировал. Какого хуя ты сейчас ссышь в уши своей аудитории? Объясни мне, пожалуйста, Вань. Доначи подписчику. Алмазы. Он получает алмазы. Приятно ему. Я получаю за этот денежку, потому что это рекламный проект. Я. И вот претензия там, а я смотри, как раз таки в чём заключалась. Ты на серьёзных щах людям говоришь, что, блядь, ребят, буду донатить. Ты делаешь, строишь из себя хорошего. Но, блядь, по факту это не искренне. И вот это вот мой посыл. Ты делаешь это не искренне. Не для того, чтобы порадовать свою аудиторию, а для того, чтобы на своей аудитории заработать. Вань, ну ты чё, ну ты реально не выкупаешь прикола? Ну ты реально не понимаешь, что ли? Это просто вопрос о какой-то, знаешь, моральности, человечности. И ты вот здесь показываешь, что ты просто аморальный ублюдок. И вот это моя претензия. У меня нет претензии, что ты участвуешь в этой акции. У меня нет к этому претензий. Поэтому ничего нет плохого. Но когда человек об этом умалчивает и на серьезных щах показывает, какой он добрый, хороший, донатит в свою аудиторию, когда он пилит 50 роликов, когда он хуярит, блядь, просто собственноручно донаты и обманывает тем самым своего заказчика, это уже аморально. Ну для меня, с человеческой точки зрения, это чувак аморально. Почитай хотя бы, блядь, одну, сука, книжку в своей жизни и пойми, что ты делаешь неправильно. Офигенная тема, надеюсь, что в будущем еще будет. А, кстати, я уже подписал еще кое-что. Я знаю, что ты подписал, Вань. Я знаю, что ты подписал. И я знаю, что все твои стримы с мобильного устройства, они не случайны. Более того, я даже знаю, сколько примерно тебе заплатят за 24 стрима в течение года. Поэтому, Вань, давай ты сейчас пиздить не будешь ни о чем хорошо, а то я ее это солью. Хорошо, ждите, ребят, еще будет кое-что. Ждите, ребят, будет кое-что. Он сейчас набирает себе аудиторию на стримах только ради того, чтобы с этой аудиторией поиметь денюжки. Я, конечно, не буду ему портить всю малину и обвамывать, но вы скоро сами все увидите и вспомните мои слова. Этот мудозвон сейчас снимет не для того, чтобы научиться, как он говорит, играть с телефона, а для того, чтобы в нужный момент, когда ему Хуавей скажет, начинаем, поиметь с вас денюжки. Вы в этом сами убедитесь, когда однажды на его стриме будут очень интересные баннеры. Ты серьезно? Ты даже в стриме посмотрел? Чат спонсоров оставил, чтобы нормальные челики писали? Нормальные челики это те, кто... Сука, ты тупой! Блядь, ребят, я могу оставить ссылку на его стрим, вы можете зайти, просто посмотреть, для чего он закрыл чат. С самого начала стрима чат был закрыт. Вы можете увидеть, что там каждые две минуты ему хуярили донаты на спонсорку. И все они ему писали, Ваня, Ваня, я тебе оставил данные, Ваня, 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 ответь мне, пожалуйста, Ваня, Ваня, Ваня. И всех этих людей, нормальных челиков, он игнорил. Люди хуярили ему донаты за это. Блядь, не для того, чтобы нормальные челики писали, а для того, чтобы манипулировать этой аудиторией. Вот для этого он это сделал. И вот за это я ему предъявил. Только из-за этого реклама с Хуавеем, это, блядь, полный зашквар, блядь, всего со стороны. Не сама реклама Хуавея, а, блядь, то, как он эту рекламу решил сделать. Он решил обмануть свою аудиторию, поймись с нее как можно больше. Он решил обмануть своего заказчика, он, блядь, собственноручно, блядь, донатил. Ваня, я держу тебя в курсе, если Хуаве, блядь, узнают, каким способом ты это все сделал, они, сука, никогда в жизни, блядь, с тобой не будут работать. Я не вправе на тебя за это подать, сука, в суд. Потому что заказчики рассчитывали на одно, а по факту получили другу. Они получили, блядь, ботов. Смотри, просто на примере. Тебе сейчас обращается, допустим, какой-то крупный заказчик, ну, скажем так, Apple, вот, которым ты сейчас будешь говорить, дадут айфон. Вот, обратились к тебе Apple, и скажут, Ваня, нам нужно 100 тысяч активной аудитории. Вот просто 100 тысяч аудитории, которые будут нас смотреть, лайкать и так далее. А мы тебе платим за это миллион рублей. И ты в итоге что делаешь? Ты берешь этот миллион и накручиваешь им на аккаунт ботов. Ну, 100 тысяч ботов. Они такие, вау, нихуя ты красавчик, 100 тысяч человек. Спасибо, руку тебе пожали. Но, блядь, они не знают о том, что эти люди не будут активны. Что это просто боты. Фейковая аудитория. Вот то же самое ты сделал с заказчиком и Huawei на своих стримах. Ровно это ты и сделал. Эти люди не будут играть с Huawei, не будут качать игру с AppGallery, они не будут туда донатить. Заказчик не получил то, что ожидал. Ты просто его наебал. И вот это моя претензия. Вань, если на тебя подадут в суд, ты проебешь. И на такие бабки встрянешь, что ты просто охуеешь от жизни. Чтобы общаться. Ребят, прямо сейчас идите, чекните те самые стримы, если я этот мудозвон их не скрыл. И посмотрите, как он просто общался и что ему там писали. Не донатил ни одному донатил спонсору. Основная. То есть этот долбоеб только что подтвердил, что ни одному спонсору, которые задонатили ему, чтобы стать его спонсором, он не донатил. Этот идиот только что подтвердил, что тысячи детей, которые купили у него спонсорку, не получили донат. Вань, ты конченый, слитый ублюдок, который не заслуживает ни одного подписчика на своем канале. В контакте, и параллельно с этим ты сделал чат для спонсоров. И параллельно с этим тебе донатили тысячи детей на спонсорку. Параллельно с этим ты окупал свои вложения. Параллельно с этим ты сам подтвердил, ты ни одному спонсору не задонатил. Параллельно с этим ты всех наебал. Ты подтвердил только что своей ответкой, что я в своем разоблачении был, сука, прав. пример кстати охуенный пример в айфон ребят напоминаю этот айфон был куплен на деньги которым поимел с вас не каждый вань во-первых не каждый ты не можешь за каждого судить почему азам не взял почему не рекламировал ты говоришь за всех но далеко не все согласятся на это чувак далеко не все будут продавать свою аудиторию а ты идешь в отрицал его надеваешь маску хорошего человека и строишь из себя хуй пойми кого по факту таким не являюсь и это была моя основная претензия и очень жаль что эту претензию не выкупил я хуй знает ваня откуда у тебя полтора миллиона подписчиков на канале но блять ты их явно не заслуживаешь это так не работает ваня а тебе говорят возьми этот телефон и приведи нам нужных клиентов мы тебе за это дадим два еще сверху ты такой заебись но когда ты берешь вот этот телефон и параллельно обманываешь и приводишь ботов к заказчику и тебе за это дают еще два это значит что на тебя нужно подать в суд чуваку приятно он получил айфон он же будет радоваться ну а я получил еще дополнить мне тоже привет подписчиков максимально приятно и только что ты подтвердил сколько ты получил от huawei смотри ты только что сказал что подписчиков было тысячи давайте попробуем умножить 5000 подписчиков если их было тысячи на 700 рублей три с половиной миллиона у нас получается мне очень жалко всех подписчиков говорю сейчас это искренне аж настроение блять испортилось мне просто жалко тех детей вдвойне мне жалко их родители чьи деньги они проебывают я в курсе ваня знаешь почему ты получил их январе потому что их получил настолько дохуя что они охуели именно об этом я в ролике и сказал чувак они тебе выплачивали это сейчас правда ты об этом знаешь я разговаривал с ириной через которую вы работали они тебе их выплачивали каждую неделю каждый четверг потихонечку потому что ты так дохуя там заработал что пиздец по факту по факту по факту именно из-за этого твой канал могут снести к хуям потому что рекламировать букмерческие конторы запрещено в нашей стране конкретно 1xbet я щас говорю про 1xbet именно по этой причине огромное количество ютуберов которые рекламировали эту контролю начали рекламировать фонд bet который является легальной 1xbet нелегальная за это суды готовят иски на ютуберов за это удаляют канал из-за это получают таких пиздец ваня у тебя может быть уголовная статья за это держу тебя в курсе даже получив эти бонусные рубли вот ваня именно в этом моменте я говорю про условия бонусной программы тупой ты идиот не просто а про бонусную программу смотри требуется сделать ставки в трехкратном размере от суммы бонуса выкупаешь что это значит это значит и дают 500 рублей а ставки тебе нужно сделать на 1500 а как это так но уже всего 500 дали а знаешь как это надо значит еще сверху тысячу положить чтобы воспользоваться бабкой конченый ты мудак ты наебываешь свою аудиторию и ты мне после этого будешь говорить что 1xbet дарит деньги подписчикам ты идиот и даже вот тут все написано в твоем видео ты только что пруфанул тем что ты наебываешь свою аудиторию и сам это прикол смотри вывести на основной счет можно только акционную сумму они весь выигрыш то есть если ты на эти бонусы выиграешь ты не сможешь выигрыш забрать он останется у конторы воде выкупаешь выкупаешь прикол ваня или ты тупой ты тупой да 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 сейчас будешь отвечать вообще на то что я не говорил одеть не пожалуйста на вопросы которые я поставил своем ролике ваня все вопросы до сих пор открыты про 1xbet про мошенничество право раствор контента абсолютно про все вай про все ты ни на один вопрос не ответил посмотри ролик александр движного и еще других ютуберов роликов про 1xbet сотни я понял один роликом посмотрите не поверить но когда за роликов сотня а если не тысячи то в это верить уже не получается об этом говорят абсолютно все все коперы которые занимаются ставками они обходят эту контору стороной ваня эта контора это дно которое ты пробил уже больше 600 раз на твоем канале больше 600 роликов где-то рекламируешь эту контор дно тобой уже пробита 600 раз минимум и ты сейчас продолжаешь позориться утверждая на серьезных щах что 1xbet это заебись что по твоему промокоду там дают бабки ты прямо сейчас в этом ролике пропагандирует донат в 1xbet для своих подписчиков ваня ты идиот ты сам-то понял что ты сказал послушай внимательно слушай как счет может быть не депозитным light и дебил или да по поводу ссылок я тебе тоже расскажу секретик вань я уже сказал на своем ролике мне очень странно почему ты отвечаешь вот этим вот человеку который в этой теме варится валь по поводу ссылочек знаешь почему ссылки обновляются потому что один xbet постоянно банят потому что контора нелегальная они каждый день завозят новые зеркала и просят своих ютуберов менять ссылки на своих роликах именно поэтому на твоих роликах ссылки эти постоянно обновлялись потому что заходишь свой кабинет и тебе там прям пишут обновите пожалуйста партнерские ссылки потому что если это не сделать то подписчики которые зарегистрировались по твоей старой ссылке они просто не приносут тебе денежку именно поэтому ссылки удаляются и делаются новые именно по этой же причине ты эти все ссылочки редактируешь через сократитель ссылок vk ccc потому что если ты вставишь ссылки оригинальные твой канал хуям снесут это факт это факт опровергни мои слова если ты оставляешь ссылку если есть промокод ты с этого уже имеешь процент это тебе скажет абсолютно любой ютубер не веришь мне поверишь bad comedian у которой уже тысячу раз об этом говорил своих роликах впервые он слышит покажи мне переписки где они согласовывают с тобой тот контент который ты высираешь на своем канале покажи ваши переписки где ты им скидываешь на утверждение рекламную интеграцию они говорят да отлично делаем у тебя таких интеграций более 600 покажи мне пожалуйста где они тебе переводят деньги за эти интеграции покажи мне чеки покажи мне договор если у тебя и по у тебя должен быть договор оферты договор подряда покажи мне пожалуйста где ты с ними с как ты с ними сотрудничаешь покажи мне эти договора у тебя их просто нет потому что ты сотрудничаешь по второй схеме по мошеннической схеме на проигрыш сама недавно ребят просто не обессудьте но у меня спиздоболов реально в жизни говорит все что я в этой жизни ненавижу это лицемерие и ложь вот я ненавижу обман я черпеть не могу обман блять не коробит от этого и когда я вижу что человек открыто врет не начинает гореть с этого вот это человек это пиздобол он обманывает свою аудиторию ваня опровергни все мои слова я на всю твою и на всю свою аудиторию говорю что грёбаный пиздобол и уже пожалуйста опровергни все мои слова делай 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 ты идиот я тебе за условия бонусной программы говорю а не за то что ставки блять судне существуют какие-то там блять фейковые ставки нет я человек который пять лет ставит я в курсе что блять во всех букмекерах реально существующие события за исключением тех событий которые невозможно отследить и до сих пор считаю и буду это считать и многие капперы так считают что многие события например как киберспортивные где идет матч там фифа каждые две минуты что эти события невозможно отследить их ни на одном сайте нельзя просмотреть ты вводишь их просто ты их невозможно отследить вот эти вот события мне кажется они фейковые ну не все конечно там крупные чемпионаты по доте так далее они настоящие можно отследить на событиях где типа киберспорт фифа ты заходишь там прямо каждые пять минут новый 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 матч ты их не можешь отследить ты непонятно где эти люди играют у меня иногда складывается ощущение что эти люди сидят это дома вот я чисто играю и там сейчас на мою эту игру где-то параллельно тысячи человек ставят вот эти события мне кажется но это чисто мое мнение что они фейковые остальные события все нормальные но опять же я же об этом ролике то и не говорю давай тебе туда эту ахинею просто перемотаем потому что до бою просто не знает о чем он говорит чувак я в своем ролике сказал и показал не застремался показать что я с ними тоже работал за мной есть косяки и это никогда не отрисал за мной много косяков я не знаю знаю в чем наше отличие вань я свои косяки могу принимать я могу за них извиняться я могу идти на контакт с людьми с ними разговаривать и пояснять за свой базар ты это сделать не можешь я свои косяки принимаю я их обрабатываю своей голове я делаю из-за вывода я свои косяки стараюсь по жизни не повторять а ты ебаный лицемерный мудак эти косяки повторяешь из раза в раз и я абсолютно не стесняясь потом берешь из-за них оправдываешь ты вот и тебе только что и сказал я это делал но я сделал выводы и призываю всех людей не когда в жизни да я сейчас до сих пор занимаюсь ставками но я это ставлю для себя там поднимай какие-то денежки но я всех людей призываю не делайте этого не если у вас можно обойти ставки стороной обходите ни в коем случае не на сайт из кейсами не на казино ни на ставки никуда деньги не вливайте вы останетесь без штанов блять вот вань вот это наше отличие я призываю людей этого не делать а ты призываешь людей к обратному ты гришь 1x bat охуенная тема по моему промокоду бабки вы получаете кейсы охуенно я бы с ними работал вань ты грёбаный мудак который не ценит свою аудиторию не достоин даже одного подписчика на своем канале подумай насчет нави вань я тебе объясняю за счет нави ты реально думаешь что нави выигрывает все игры посмотри пожалуйста зайди и ты же говоришь что у нас пользуешься один из бетом зайди в избытый посмотри пожалуйста на список игр нави и посмотри там можно зайти короче на команду и нажать история их игр и ты можешь посмотреть в этой истории список игр и ты убедишься что там 50 на 50 там миссии проигрыши особенно на домашних матчей которые как тренировочные и победы и так далее и так далее и так далее и ты в своих вот этих вот высера где ты рекламируешь 1x bat призываешь людей может быть сам того не понимаю но ты говоришь людям ставки на нави они выиграют и для человек маленький ребенок а твоя аудитория это дети моя аудитория когда я занимался этим было 30 плюс твоя аудитория это 12 плюс я думаю есть разница да и эти дети слыша как ты говоришь нами победит идут ставить на нами не разобравшись что это за матч не даже забравшись в истории этого матча тренировочные турнир на это матч не посмотрев нас состав нави нас прошлую их игру как они отыграли на прошлую игру их соперника они ставят на нами и вероятность что нами сейчас проиграет 50 на 50 это просто как рулет нави не всегда выигрывают я держу тебя в курсе не веришь мне зайди в 1x bat и посмотри и пойми что ты снова обосран с ног до головы сам собой видите он сейчас подтвердил что он кепочку надел специальный испугался блять я вообще в кепке сижу чувак ты в кепке мы знаем для чего ты одел про его цель я сейчас ничего говорить не хочу мне на них просто похуй отмечили что что еще до выхода видео его цели перестали быть его а знаешь что монтажер ты хуесос ебаный который сейчас это смотрит я уверен какого ж ты хуя обрезал этот момент какого ж ты хуя обрезал этот момент где я дальше скажу ваня сам об этом сказал в своем ролике и ваня какого ж хуя ты об этом не сказал потому что во первых идея ролика и даже его превью полностью сворован из видеоролика славы мэру ага а что же дальше то вы суки 2 ванечка его монтажер хуесос не вставили моментик то а смотрите что скажет мудак да ты что а я не знал а я что же прямо в ролике то об этом сказал что ты в ролике это сказал во первых идея ролика и даже его превью полностью сворованы с видеоролика славы мэру даже сам ваня в этом видео об этом сказал я просто вдохновился что же вы хуесос это это не вставили настолько было наплевать что ты решил единственный раз жизни ответить на разоблачение на тебя было охуенное количество разоблачений хотя было охуенное количество конфликтов и все их ты игнорировал но сейчас тебе настолько наплевать на мое разоблачение что ты решил уделить не на своем канале целый час 36 минут и 21 секунду ваня ты красавчик я не отказываюсь от своих слов отмывания но я не думаю что настолько умен я пошел он нахуй кто он так уж на кухню страдать я тебе сразу говорю если какие-то санкции то есть он будет водиться в плане страйка так далее тут уже подключусь я наигранный смех я там включу санкции что он не сказал включу санкции он сказал если против тебя включатся санкции в виде страйка не он включит а вы включите что вы собственно и сделали и он меня поддержит и он меня поддержал и поддерживать до сих пор за что ему огромное уважение я не знаю будет ставка или нет но что произошло когда кинули страйк давай скажи что произошло существо это ты ваня а я человек ты ваня существо ты ебаная амеба инфузория туфелька у которого нет мозга ваня если мы однажды с тобой увидимся в жизни а я тебя до сих пор настаиваю давай увидимся и поговорим как мужчины просто сглазу на сглаз скажешь где я тебя обманул покажешь где тебя обманул а я тебе на все это отвечу пока что ты не мужик ваня ты снял обманное видео ввел в заблуждение свою аудиторию попытался вести заблуждение мою аудиторию и меня оболгать я вызываю тебя в дискорд и поговорить как мужик с мужиком пока что ты лишь ссыкливая тряпка которая прячется за спины других людей давай перед тем как ты закончишь свой истеричный наигранный ржач я скажу что делает смайл смайл знаю что кидают не страйк и знаю что он рискует своим каналом на котором на минутку почти миллион подписчиков что делает смайл он берет и продолжает стрим хотя его могли в тот же момент страйкануть просто в тот же момент снести хуям его стрим и его канал тем более потому что мне за пять минут два страйка смайл могли сделать то же самое но смайл берет и продолжает на протяжении трех часов смотреть этот видеоролик и крыть хуями как только можно вот этого человека рискуя своим каналом при этом вот это сделал смайл он меня поддержал на протяжении трех часов его модераторы спамили подписывайтесь на нация в гена давайте его поддержим смайл позвал меня в дискорд мы общались с ним на стриме там после этого мы с ним общались сейчас вместе общаемся были совместные стримы и на моем канале на его канале были ролики совместные смайл меня поддерживаю поддерживать до сих пор за что ему человеческое спасибо смайл поступил как настоящий мужик с яйцами а этот мудак сейчас скажет что смайл пошу поржал и просто пошел делать проверочки блэк нубик не красава блэк нубик как и ты сморозил хуйню я сам лично блэк нубику ответил у себя в сообществе на ютубе чтобы вы к нубе ты очень сильно ошибаешься ты несешь полную дичь да это мой друг и знаешь лучше у меня в списке друзей будет смайл чем такой мудак как ты он не делал проверочкой три часа блять смотрел этот ролик жертвы своим каналом давай как ты понял дурачок твое имя и фамилия все пруфы в неизвестно чьем телеграме заходи читай смотри и пойми что я как раз таки не дурачок и сейчас вот это вот ответ к ты подтвердил все мои слова ваня откройте вы также секрет ванечка по тем паспортным данным который ты мне скинул и по я к сожалению не нашел покажи мне скриншот своего ip данные не нужно показывать просто скриншот что она у тебя есть покажи скриншот с онлайн бухгалтерии где показано сколько налогов ты заплатил сколько налогов ты должен заплатить я это показать могу без проблем ты это показать по какой-то причине не можешь почему-то мы должны верить твоим словам я цель слов не отказываюсь ты поменял фамилию да красавчик молодец но фамилия пара не она у тебя была все пруфы есть в телеграме покажи это не по факту вань по факту и тогда ты говоришь и прикрепляешь пруфы а вот это это не по факту это просто слова просто бла-бла-бла держу тебя в курсе самый тупой мой косяк ваня да я ошибся да серьезно я ошибся до клянусь я ошибся на одну цифру но блять серьезно блять ты это считаешь за косяк на не похуй сколько тебе лет блять чё реально твой возраст блять отменяет того факта что наебываешь свою аудиторию серьезно чувак серьезно ну 96 года ты окей а в октябре родился но блять по факту то твой возраст от этого не изменился ты также тебе также 24 года или сколько там блять читать не буду дата твоего рождения не отменяет того факта что ты наебал аудиторию друзья лучшие друзья у меня знаешь ваня знаешь за что знаешь за что потому что артем не сам эту причину показал и эту и причину все ютуберы видели и уверен ты тоже в этом чате тоже есть раньше же можно было выпустить поддержать своего братика он меня и поддерживал на стриме но он же говорит что я порвусь я тебя поддержу но в итоге вадь посмотри на свое количество лайков и дизлайков смайл этому посодействовал держу тебя в курсе получил моя десна цель была показать миру кто то есть я получу профит огромное количество людей узнал что ты жалкий хуесос и сейчас после этого видео они опять об этом узнают уверенно ты рекламировал мошенников ты согласился рекламировать сайты с кейсами ты рекламировал букмекеров ты рекламировал хуавей донатил за свой счет обманывая тем самым заказчика и у тебя прямо сейчас на стриме прайс лист на то чтобы подписчики навсегда остались под твоими стримами вот как минимум пять фактов о том что ты продавал свою аудиторию а у тебя 100000 рублей за то что поставить ссылку блять в описании 100000 рублей чувак ты сравниваешь 100000 рублей сейчас 15 рублями 100000 рублей вать и 15 рублей я думаю разница очевидна и кстати я в этом ничего такого не вижу с я стримлю у меня физически не получается всех из чата добавить я сказал у меня есть минимальный донат никого не призываю донатить очень сильно хотите в друзья без проблем минимально надо отправлять идите в друзья без проблем почему я не могу это сделать человек и распределяешь очень не по факту какого хуя не могу это сделать я физически не могу из чата всех друзья добавить поэтому говорю хотите в друзья можете без проблем задонатить я всех физически не могу увидеть добавить потратить на это время это кипец я весь стрим буду это делать и чуть чуть будет за стрим поэтому да у меня есть там прайс-листом поиграть ты И так далее, и так далее, и так далее. Ну и что в этом такого, блядь? У тебя прайс-лист, блядь, сотни тысяч рублей за то, чтобы ссылку оставить. Пиздец, блядь. Вань, держу тебя в курсе, я тебе тоже страйк могу кинуть за мое лицо на твоих видео. Так я тебе не предъявлял за пиар ничего. Ты идиот. Получать деньги за пиар канала это здорово, 250 рублей. Ну типа здорово, типа он одной смеется, типа ебать, ты конченый. Чувак, вспомни, что под твоими стримами прямо сейчас находятся ценники. Как раз таки за пиар даже не каналов, а личных страниц твоих донатеров. Чувак, у тебя там такие цены, что даже я охуел. 100 тысяч рублей. Просто за то, чтобы оставить ссылку под твоим охуительным стримом с 800 онлайном. Чувак, не тебе мне говорить за прайс в описании. Вообще не понимаю. Но прайс-лист классный. И так же я держу тебя в курсе, Вань. Всем абсолютно. Вот абсолютно всем стримерам донатят. В этом нет ничего плохого. Я зарабатываю бабки, держу тебя в курсе. Зайди хотя бы на мой один стрим и посмотри. Я всегда людям говорю, я никого не призываю донатить. Это ваше личное дело. У меня заработок охуительный. Без рекламы 1xbet, без стримов, без какой-либо рекламы мошенников. У меня заработок, Вань, настолько охуительный, что я зарабатываю больше, чем ты, больше, чем Вова Голливуд и больше, чем GamerX вместе взятые. Поэтому, Вань, я не зарабатываю на своих подписчиков. Чтоб ты понимал, мой канал мне в минус. Я вкладываю в него бабки и я с него практически ничего не получаю. Все, что я с него имею, уходит в этот же канал. Я не зарабатываю на нем. И на почти на всех моих роликах отключена монетизация. Тоже держу тебя в курсе. Заключение. Спасибо всем тем, кто поддерживал. Ребят, думайте головой, имейте свое мнение. Да, ребят, ребят, обязательно. Призываю всех, прежде чем делать выводы, думайте головой. Мне так было... Так сильно не хотел, что решил на час сорок распиздеться тут. А, и кстати, вот это, да. После титров. Это называется сцена, Вань. Ты положил шапочку вон туда за собой сзади, снял ее, выключил одну лампочку у себя сзади и типа сцена после титров. Это не сцена после титров, это очередной твой пиздеж. Мы эту херню сейчас с вами смотреть не будем. Здесь Ваня говорит, что он однажды Артему, ну или кому-то другому, посоветовал мой YouTube канал. И он об этом пожалел. Ванечка, объясни мне в очередной раз, почему ты к этим словам не подкрепляешь пруфы. Например, те пруфы, где я лично тебя прошу о том, чтобы ты написал Артему, потому что он мне не отвечает уже на протяжении нескольких месяцев. Почему ты не прикрепляешь переписку, где я прошу тебя попросить за меня? На этом у меня все. Всем пока.